Уважаемые мои друзья, рад представить вашему вниманию разбор красотка. Не знаю, сколько получилось по времени, но примерно будет увесистый огромнейший материал. В этом фильме вы сможете рассмотреть механизм под названием «Чувство вины, прикрытое любовью». Тем, как манипулировать мужчинами. Тем, как создавать внутри себя потребность меняться через изменения внешние. Как путь исцеления можно воссоздавать в своей жизни. Как травмирующий опыт можно отыгрывать в реальной жизни. Насколько важна психотерапия. И как вести себя рядом с мужчиной, чтобы он влюблялся в вас невротично. Как навязывать себя мужчине. Мужчины, для вас кино. Как делать не стоит. Я вас погружаю в это замечательное повествование. Наслаждайтесь, преисполняйтесь и воодушевляйтесь. Спасибо. Поехали. Представьте, дамы, что вы сотрудницы банка. Смотрите. Раз, два, три. Смотрите. Кто-то жизнь тратит не то, чтобы трахать женщину. А кто-то на то, чтобы фокусы им показывать. Так всегда будет. Поэтому необходимо становиться максимально сильным. Чтобы не фокусы показывать. А чтобы вам фокусы показывали. И хотели с вами проводить время. А не вы фокусы показывали для того, чтобы понравиться другим. Я бы вам не доверил. Этим монетам грош цена. А знаете, где остальные? Смотрите. Одна в ушке, а где броти? Видите, то есть, любые вообще наши реакции, любое наше проявление, любое наше желание сколько-нибудь проявить себя и показать в этот мир связано с двумя потребностями. Рангом. То есть, занять как можно выше позицию инстинктивную. Либо сексом. Как можно больше получить доступ к сексуальному удовлетворению. У женщин выбрать максимально крутого самца. У мужчин как можно больше му количества женщин присунуть. То есть, оплодотворить, чтобы самки... Потому что как это работает? Мужской код, мужской генофонд, мужское семя, мужской экулярт, мужской сперматозоид нацелен на то, чтобы продолжить себя, и на этом могла природа экспериментировать. Женская добродетель выбрать самое лучшее, выносить самое лучшее, потому что их организм не предрасположен к тому, чтобы впитывать в себя любое мракобесие. И это фундаментальное отличие мужского и женского мира. Тоже очень интересное проявление и очень интересное мета-сообщение. Очень интересное преподношение высокорангового мужчины, то есть мужчина, который в главной сюжетной линии будет Ричард Гилл или как его зовут, не помню. Он будет высокодоминантный, высокоранговый самец, который показывает, что он распространяет себя на все ветви своей власти. То есть реализацию женщин, может себе позволить с каждой женщиной тусить, заниматься сексом, проводить время, прессовывать, аккуратно наклобучивать, интересно взаимодействовать, аккуратно дарить цветы, пальму, ветвь, стакан, воду. Все, что хочешь, родная. Все, что хочешь. От каблука до щетки для шерсти. То есть неважно что. И классный маркер высокодоминантности окручивает какую-нибудь очередную красотку. То есть может себе позволить распространить свое семя максимально выгодно и максимально совершить экспансию на биологический вид, чтобы продолжить себя в пространстве. Вот смотрите еще раз. Я сказал своей секретарше, с ней я говорю чаще, чем с тобой. Манипуляция на чувственных грязная дешевка. Ну зачем ты так себя ведешь? Поведи себя нормально, скажи мне, не хватает твоего внимания. Я хочу, чтобы было по-другому. С ней я говорю чаще, чем с тобой. Ну это же некорректная форма взаимодействия со своим мужчиной. Ну это же не подобает мужчине, который оценит и уважает себя. Это же форма к чему? По факту, претензия к содержанию. То есть претензия к тому, что есть действительности. Скажи, обозначь. Знаешь, я бы хотел больше времени проводить с тобой вместе. Мне это неприятно. Я на тебя сейчас злюсь. И можно сказать, Андрей, да так не бывает в этом мире. Люди себя так не ведут. Но адекватные там опыты позволят себе такие вещи. Если вы претендуете на благосрочное отношение, мы должны понимать позицию, которую отстраивали внутри себя. Мы должны соответствовать тому, что заявляют. Иначе зачем тогда вообще взаимодействие, если это будет постоянное пинг-понг из чувства вины в чувство вины, из чувства вины в чувство вины. Проблема в том, что высокоранговый мужчина, которому есть чем заняться, технически не сможет позволить себе, у него просто не будет времени играть в эти игры и создавать вокруг своей жизни орел обитания из мук под названием чувства вины, которые будут постоянно жужжать вокруг. Это ни к чему хорошему не приведет. Надо себя от этого изолировать и выдавливать потихонечку. У меня своя личная жизнь, Эйворт. У меня очень важное дело. Ты нужна мне здесь. Вот видите, насколько адекватная позиция, насколько адекватное заявление. У меня очень важное дело. Ты нужна мне. Потому что женщина является чем для мужчины? Она, естественно, будет являться анестезией. Она будет являться для него тем местом, где он может подпитаться, тем местом, где он может почувствовать свою значимость и теплоту, тем местом, где можно быть уязвимым. И в этом чувстве уязвимости набираться сил. Потому что очень тяжело постоянно находиться в каждодневном бложествовании, в каждодневном напряжении, когда ты взаимодействуешь реальным миром через мужское. Тебе по-настоящему может быть тяжело. И женская амортизирующая способность, женская субстанция, женская чувствность, мягкая, чувственная, заботливая, окситоциновая, серотониновая, способна, как анестезия, пустить через свою кожу, через свои феромоны в мужчину с каждым запахом, вдыхая ее феромоном через свои пасовые пазухи, напитываться расслаблением, напитываться отдыхом, чувствовать, как твое тело расслабляется, массаж, как приятно, как комфортно. Ты чувствуешь, что жизнь, ты выиграл что-то у нее, ты что-то можешь в этой жизни, тебе хочется еще, еще и еще. Но если женщина заявляет, у меня есть своя личная жизнь и прочее, я, конечно, извиняюсь, ну нахуй ты нужна? Ну я, я, я не могу, ребят, честно, я пытался без мать, я пытался, но не могу. Нахуй ты нужна, милая, скажи, пожалуйста. С оттяжкой, с любовью, ну нахуй ты нужна? Просто из любви. Ну такой вот вопрос. Ты не предупреждаешь, а я должна быть на побегушках. Еще раз, и казалось бы, вроде бы адекватно, вроде бы конструктивно, вроде бы ты не предупреждаешь, я должна быть на побегушках. Да, милая, вот так именно и хочется, чтобы было. Потому что я это говорю не потому, что к тебе плохо отношусь, не потому, что тебя уважаю, не потому, что у меня плохое к тебе отношение, а потому, что есть причины, наследственные связи, истечение обстоятельств. И сейчас моя сделка, если ты окажешься здесь, будет для нас счастливым билетом дальше в наше совместное плавание и в нашу жизнь, создавая для нас еще большую потребность в том, чтобы мы чувствовали единение и любовь, и это уважительное отношение друг к другу, не уважительное в плане, как уважительное мужчина к мужчине. Да и вообще в целом, женщин уважать не надо, женщин надо любить. Уважайте мужчин, врагов, друзей, но не женщин. Их надо любить. И это главная позиция, главное правило. Ты не должна быть у меня на побегушках. Но ты... Ты не должна быть у меня на побегушках, но ты должна выбирать, если ты хочешь быть моей женщиной, и выбирай, пожалуйста, что иногда тебе придется считаться со своим и выбирать меня, потому что я буду вести нас по этой жизни, а ты, если будешь выбирать себя, тогда в конце концов с собой и останешься. Сексист вышел из чата. Смотри, будешь мне от тебя съехать? Если хочешь. Еще раз, манипуляция. Может мне от тебя съехать? После этого вопроса разговор заканчивается. И ты говоришь, у тебя есть пять минут, чтобы собрать свои вещи. И ложится трубка. Обсудим, когда вернешься в Нью-Йорк. Съезжай хоть и час. Вот, понимаете, все. Манипуляция не сработала. Почему? Потому что мужчине высокого ранга, высокого порядка, чужды игры и забавы. Он не будет в это играть. Прошла одна пуля, всего хорошего, родная. Ничего больше не получится. Если женщина уже закатывает скандал, если женщина уже закатывает истерику, это уже красный флаг. Это уже красный флаг к тому, что нельзя с ней находиться. Потому что женщина, она по экспоненте начинает экспансию. Если она начала совершать инверсию доминирования, вопрос только времени, когда это произойдет. Вопрос только времени, когда это произойдет. Я повторю тысячи три раза. Вопрос только времени, когда это произойдет. И у меня к вам единственный вопрос и желание. Мужчины! Вы услышите, если женщина уже начала потрахивать мозги, ампутируйте, изолируйте, замуруйте себя, железобетонное твердое желание отказаться от такой женщины. Потому что вы спонсируете такое дегенеративное, такое инфузорное, такое наглое, лживое, претензионное, лицемерное, низкое, похабное, хабальное поведение у женщин, соглашаясь с ним. И хавая это говно, ложка за ложкой. Удалите из себя эту потребность. Взрастите внутри себя добродетель иметь такую смелость, как выбирать себя. А не вот это вот пустое, звенящее, гремящее, но пустое. Поэтому извини. Отлично, Эдвард, прощай. Отлично, Эдвард, прощай. Все. И слава богу. И слава богу. Но нет. Сегодняшний мальчик, сегодняшний юный шмур захлебывается в слезах, в соплях, стекающем по его горлу от того, что пассия. И писечка покинула его орел обитания и направляется на пинус к другому парню, мусчине, думая, что там что-то будет по-другому. Но она будет гореть в гиене огненной и купаться в котлах бесовских, потому что она создает сама себе ад на этой земле. Она сама создает свой ад в своих мыслях, думая, что там будет лучше. Но она и в эти отношения возьмет себя с собой. А раз ты, сохраняя некую добродетель, сохраняя честную позицию, встраивая внутри себя потребность быть верным, честным, преданным одной женщине, что, впрочем-то, дебилизм. Объясню почему, но позже. Открещивайся и говори, слава Богу, хвала небесам, хвала Аллаху, иншаллах, на все воля Божья. И воля Божья распорядилась таким образом, чтобы уберечь меня от этого ужасного, рассекающего мою жизнь демона. Потому что у меня есть Мангекю Шаринган, создающий иллюзию защиты для нее, потому что я не могу быть сломлен. Сломленность — это выбор моего внутреннего, это акт валения, и не больше. Прощай, Джессика. Фил сказал, что мне следует посмотреть. Фил всего лишь мой юрист. Понял. Коколой котировки. Видите? Четкие, конкретные конструкции. Фил всего лишь мой юрист. Дальше. Не надо демагогии, не надо пустоты, не надо слово ради слова. Давай по существу. Четко, твердо. И поэтому он занимает позицию высокорангового, размеренного, спокойная, размеренная речь, выбор себя. И сзади бобит на побегушках. Не знаю. Не знаешь? Биржа в Токио полтора часа как открыта. Почему ты не в курсе? Сделай. Видите? Разбирает основные несущие вопросы в своем бизнесе, в своей деятельности. Сразу раздает оплюх. Сразу направляет, сразу наставляет, сразу распределяет. И занимает вниманием то, что действительно важно. Из всей компостной кучи, всего того, что него взваливает, потому что он является решалом в этом амплуат, он выбирает зернышко изумрудный камень, видит его и точечно прорезает сознание нашего блондинщика, чтобы он подумал две секунды, а не занимаюсь ли я мракобесием в своей жизни. На что я себя трачу? Здравствуйте. Хочу писечку пропустить, никогда не бывает лишним сквозь себя. Ты вышла замуж? Ну, тебя не дождалась. Видите, какое уважительное, какое миловидное, какое открытое, какое честное общение и какая трепетная позиция, какое воодушевленное, какое милое, какое заинтересованное отношение к мужчине, какое оно легкое, какой искрометный юмор, развышающий его и при этом не принижающий себя. Вот женщина, вот приятно, вот точно никогда не будет в проигрыше. Всегда с ней захочется продолжить общаться. Нет, что мы имеем? Когда мы встречались, ты общалась с моей секретаршей чаще, чем со мной? Видите, а уже та подруга, которая была с ним вначале, которая пустословила и оболванила его мозг, пропихнула червя сомнения, она отложила личинку. Вот поэтому мужское ментальное должно быть крепким к такому компостному дерьму. Оно должно быть свободно от паразитов. Потому что если женщина способна в мужчине посадить червячок сомнения, этот червяк начнет выедать капля за капля. Каждый нейрончик, каждую клетку, каждый дендрит, каждый аксончик. И все-все-все-все-все-все-все постепенно превратится это в анаконду, выползет из рта либо уха и вокруг шеи, будет обматывать кольцами и потом задушит. Потому что писечка придет на трубе и на флейте сыграет. И самое обидное, что не на кожаной флейте вашего члена, а на флейте ваших манипуляций, которые будут уже там ждать своего звонка. И в нужный момент пора режут ваше бессознательное и подергают за нужные нитки. Видите, как кинематограф показывает, что женщина права, которая об этом заявляет. Сука, так поэтому мужчина этот и нравится, потому что он доминантный. И он тратит время на себя, а не на то, чтобы обслуживать чей-то варенник. Тем более тот варенник, который думает, что он самый ценный, самый главный, самый важный. Это же шизофрения. Это же шизофрения. Это же феноменальная неспособность. Это феноменально безобразная неспособность видеть ряд причин наследственных связей, который является самым важным в нашей жизни. Которая способна вернуть тебя в рациональное, способна вернуть тебя в логичное, способна вернуть тебя в структурное. А вы от этого отказываетесь. А вы говорите, не хотим, не будем. Хотим заниматься всяким мракобесием и считать, что жизнь соткана из миллиардов, миллиардов, миллиардов непредсказуемостей. И да, и нет. Но причинность в нашей жизни обладает самой высокой добродетелью. Твоему мужу повезло. Пока. Спасибо, пока. Видите, это еще одна грязная манипуляция. Грязная дешевка. Если бы твоему мужу повезло, тогда если бы ты была действительно классная и крутая, тогда что было бы? Я бы тебя захомутал в свою жизнь. Я бы тебя оставил. Я бы выбрал, чтобы ты была со мной. А если ты сама от меня ушла, тогда я для тебя теряю ценность. Тогда я для тебя не классно. Тогда зачем вообще это говорить? Потому что если ты действительно ценишь и видишь, что женщина ресурсная, какой смысл делать так, чтобы она уходила от тебя к другому? Значит, не повезло? А? Это грязь. Это грязь. Это грязь. Это грязь. Ну, ходит. Виноват. Ничего. Еще один пес. Виноват. Что значит виноват? Куда ты виноват? А чувство долго и умереть в раз недолго, уважаемые мои актеры данного кинематографа. Послушайте группу Кровосток. Одобряем. Одобряем. Одобряем такую попочку. Одобряем. Маленький пирожочек аккуратный, такой аккуратный стринг-танго. Будьте так любезны. Зафиксируйте. Фиксируем. Одобряем. Шлюха хороша. Одобряем. Писечка аккуратная. Стоит отметить. Только сисек нету, но что мы имеем, то имеем. Что у нас по будильничку? 9 часов вечера. Пора на работку. Пора выступать. Видите, человек является следственной установкой своих бессознательных программ. Потому что новые идеи слабее старых привычек. Новые идеи слабее старых привычек. Даже если вы заимеете, затребуете, почувствуете, начнете бойся своим бессознательным, чтобы произвести новую привычку, на одном энтузиазме далеко не уедешь. Более того, необходима вера. Более того, надо понимать ради чего. И более того, нужно иметь смелость. Самое важное, самое главное, достаточную позицию без пристрастности, без различия к своей слабости. Что немаловажно, что немаловажно. Безжалостность в отношении себя, дабы что-то из себя вылепить из того дерьма, которое соткано, собрано внутри нас. И шлюха, уважаемая, в скобках нет, естественно сейчас, мы посмотрим, насколько неадекватна эта картина. Насколько она неадекватна. Я знаю плюс-минус сюжетную линию. И пока моя попка еще не горит так сильно, как будет гореть, но я примерно понимаю, как она будет полыхать ядерным британским флагом и Хиросимы Нагасаки. Шутки это и не будет, потому что все-таки трагедия, рядом с которой очень много смертей, очень много боли и страдания. На эту тему шлить не хочется. Что мы можем заметить здесь? Неадекватная, компульсивная, невротичная, с синдромом покинутости, недоверие, стыда и дефективности женщины. Неспособная выкинуть. Женщины не способны на безжалостность во многом в отношении себя, в отношении других способностей. Женщины все самые коварные. Не все, но женщины больше коварные, чем мужчины, потому что их орудие это тайное, склочное, заносчивое, двухходовое, споттишка действие в отношении мужчины, либо другой женщины. Прямая конфронтация для них чужда. И какой смысл иметь такие вот обрывки фотографий, такие обрывки воспоминаний, если наш мозг все равно реконсолидирует нашу память и достраивает те образы, которые он видел хотя бы один раз, он выговечивает в своем бессознательном снова, снова и снова. И пусть даже будет уголочек этой беспощадной фотокарточки. Так или иначе, наш мозг будет достраивать то, что ему необходимо, чтобы иметь возможность проигрывать вновь и вновь, вновь и вновь. Данное чувство, потому что чувство является подкреплением твоей самоидентификации, твоей самооценки и напоминанием о том, кто ты есть. И это напоминание словно клеймо проходится по твоей жизни. И на пути твоей жизни знаки твоей самооценки направляют, куда тебе идти. Направляют и говорят, будь добр, строя свою жизнь в соответствии со своим самоощущением. Шаг влево, шаг вправо, и ты будешь расстрелян. А расстрелян чем? Чувством вины и страхом, что не принял в своей жизни нужный выбор, не принял в своей жизни нужное решение. Опустил себя в гиену огненную, в потаенные двери твоего безсознательного, в свой травмирующий опыт и сказал себе, я проигрываю, я сдаюсь, потому что мои травмы, мой страх сильнее меня. И все, что я могу в этой жизни сделать, только лишь пукнуть в ладошку и нюхать этот ужасный мерзкий запах, если у вас проблемы с ЖКТ. А если проблемы с ЖКТ нету, тогда не надо нюхать, просто пукайте на здоровье, потому что газообразование нормальный процесс работы ЖКО. Сисечки показываем, подсвечиваем сразу, да, должны мы понимать, что триггеры, яркие маркеры, шлюха, чтобы она понравилась, сразу показывают, дают понимание того, что она будет востребована, что варенчик будет востребован. Но надо не забывать, что это шлюха, которая продает себя за деньги. И каким-то образом она не будет воспринимать мир адекватно. Видите такие маркеры, бижутерия, разбросанная атмосфера, подкрашивание каблуков. Видите, насколько картина мира является распространяющей, насколько картина мира осеменяющей, насколько картина мира, словно ветер, рассыпающий семена какого-либо цветка на вашу жизнь. И по элементу системы можно судить о всей системе в целом, и можно заявлять категорично и говорить о том, что человека определяет походка, человека определяет наготов, человека определяет то, как он дышит. Это феноменальные вещи, и это те вещи, которые являются константами. Это константы в уравнении твоей жизни. И только лишь займев смелость что-то сделать своей константой, то есть даже изменить ее на константу уверенности, а не безответственности, тогда уравнение будет решено, и ты сможешь двигаться дальше. Но человек такой животный, который будет обслуживать свои программы, и более того, биться за эти программы с кровью и пеной у рта, доказывая, что я прав. Но это не является категоричностью, это является слабоумием, невозможностью строить сложные логические конструкции и желанием сетовать на эту жизнь, а не брать за нее ответственность. Вот видите, такие маленькие детали, то есть вместо замочка висит скреп-булавка, по-моему. Да, вот видите. Вот, понимаете, у человека очень хорошая операторская работа, очень хорошая режиссура. То есть по таким деталям человека показывают и характеризуют буквально все. То есть это ульт, может, находчивость, смекалка, прочее, 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 прочее. Нет, это его отношение к ему самому, это ее отношение к жизни. Ну все, картина мира, она универсальна, картина мира, она во всем. Ее, видите, белье лежит постиранное, возможно, она в него грязью с улицы пихает. Потому что ей насрать на себя. И мы будем смотреть, как свинья начинает своим свинским поведением совершать экспансию. Потому что не будет встречаться с встречной агрессией, не будет встречаться с реальным миром вокруг. А этой вагине, этому вареннику, будет потакать. И в этом снисходительном отношении, из-за якобы силы, она будет чувствовать вседозволенность. И клыки, которыми она потом отгрызет голову, будут отрастать еще больше. Я, правда, не знаю конец данной кинокартины. Потому что первый раз ее смотрю, но мне уже самому интересно, чем закончится. Скорее всего, шлюха его обует, огреет, и он останется у разбитого корыта. В конце месяца я собираю квадрат. Или плати, или вылетайся. You're my friend, you're my friend. You're my friend, you're my friend. Видите, это, ну, не надо далеко ходить, чтобы понимать, что у меня по всем фронтам в жизни происходит большая, беспросветная, железобетонная, ультимативная, категоричная, жирная, латинская жопа. Потому что она является заложницей. Она хочет, чтобы было именно так. Ей нравится более того. Она мечтает, чтобы потом прийти к своей подружке шлюхи и рассказать, как все несправедливо в этом мире. Как тяжело торговать своим вареником и обслуживать этим вареником свою жизнь. Но если ты понимаешь, что ты не хочешь этого, ну, начни откладывать, начни копить, начни создавать капитал. Не живи больше, чем на 50%. Не гуляй на широкую ногу. Заработай хорошо на проституции. Двигайся дальше. Но, скорее всего, после проституции либо экспорта женщина не способна что-либо в своей жизни воспроизвести, потому что мозг откажется. Представьтесь, женщина за отсос, глубокое горло, получает 3000 евро. А на работе обычная выписная дама получает 400. Ты для чего, скажи мне, милая, себя создала? И вряд ли человек, который побывал в кругу проституток, шлюх и экспорта, это возможно, безусловно, это не клеймо, но это очень трудно для мозга. Это практически невозможно для мозга. Ты знал девушку? Слышь, чувак, я не знаю, с кем она тусовала. Да брось ты, ее нашли в мусорном контейнере. Кто ее сутенел? Кокаин, ее сутенер. Девушка умирает около этой тусовки. Нашли в мусорном контейнере. Ну, скорее всего, весь ее жизненный путь, вся ее бессознательная биологическая программа очень сильно, как бы и не хотелось, в этом оказаться, но к этому вела. Почему? Потому что она там оказалась, и она хотела отыгрывать эту позицию в своей жизни. И каждый ее шаг, каждое ее действие, ее слово, ее интонация, ее эмоция плавно подталкивала ее к этому. Черт, шлялась по улице и продавала себя за порцию крека. Ну вот, вот, шлялась по улице и продавала себя за порцию крека, а потом будут кричать «Я достойна уважения, я достойна внимания, я достойна любви. Почему ты меня не уважаешь, почему ты меня не ценишь, почему ты меня не бережешь, если меня не на помойке нашла?» И это вот шизофреничный женский мир. Они готовы трахаться с маргинальными мужиками в 15, 16, 20 лет, а потом в 27 лет говорят «Я себя на помойке не нашла, я считаю себя охуенной классной женщиной». У меня один вопрос. А почему я должен считать тебе такой, когда ты ебалась за бутылку, пива с кем-то? Или просто отдавалась к кому-то маргиналу, который к тебе относился, просто как к чему последнее? А я сейчас должен относиться к тебе лучше, чем ты сама к себе какое-то время назад. У тебя ценность поменялась? Да нет. То, что ты изменила к себе отношения, по твоему мнению, не меняет твой прошлый опыт. Для меня. Для тебя, может, и меняет. Но если ты приходишь и говоришь «Знаешь, я на коленях насасывал 10 членов раньше, и все 10 мужчин кончали мне на лицо». И ты такой говоришь «Ничего страшного, ты же вытирал эту сперму». Так бывает. Так бывает, ничего страшного. Ты цветок, я буду тебя любить и благоухать. Ты выбрала к себе относиться очень хорошо и позитивно. Поэтому и я разрешаю себе точно так же к тебе относиться. Ну, почему? Если женщина, наоборот, себя выбирала, была в долгих отношениях, не вступала в маргинальные связи, уважала себя, уважала выбор своего мужчины. Конечно, к ней будет отношение на другое. Но если женщина вела себя как-то безрассудно, продавалась, в каждом углу себя проявляла, как к ней относиться. Если она себя не на помойке нашла, у меня, внимание, вопрос. Если ты называешь помойку ботаническим садом, как бы проблемы с тем, что ты не можешь ацептировать и воспринимать реальность. Но никак проблемы не с тем, что ты мне заявляешь. И сейчас она каким-то образом обвиняет свою подружку в том, что она бесхалатно относится. Тем деньгам, которые они накопили вместе на квартплату. Но проблема только в том, что твоя куриная голова сама создала в своей жизни такую ситуацию. И сама заимела такую подружку, рядом с которой будет прекрасная возможность отыгрывать это чувство еще раз, еще раз и еще раз. Именно поэтому в твоей жизни и есть такие причинно-наследственные связи, чтобы иметь потом такую возможность, как злиться на свою подругу и думать, что она маргиналка, она пидораска. Это по умолчанию так. Но главное пидораска это ты, потому что ты допускаешь в своей жизни такие вещи. И вместо того, чтобы задаться вопросом, где же я выпускаю недостающее звено в своей цепи, потому что все-таки она способна мыслить и допускать какие-то структурные, порядочные мысли в своей голове, потому что она понимает ответственность, что необходимо перед арендодателем нести какую-то ответственность. Она приходит и хочет каким-то образом наехать на свою подругу, но так разговор не строится, потому что подруга имеет в своей голове звенящую пустоту, которая раскрывается по стихийным, беспрепятственным, пустынным берегам нашего мира. И заявляет только о том, что в моей голове ехуя. Тишь да гладь, потому что косяк и дурман единственное благо и потребность, чтобы не сталкиваться с реальным миром. Там член пососала, там госячок выпила, а здесь алкаха пригубилась. А там поругалась с подружкой, а может быть и с мужиком, потому что я буду обслуживать свои рефлексы инстинктивные и животные. Потому что я считаю себя высоконравственной и прекрасной женщиной. Но если женщина одумается и поймет, что она животное, она хоть больше может познакомиться с этим и соприкоснуться с адекватным восприятием себя. Ты могла, все деньги заквасила, ты совсем рехнулась. И надо, но мне необходимо. Ну вот, видите, то есть, это их потребность таким образом выстраивать свои взаимоотношения, потребность таким образом отстаивать позицию свою, и потребность таким образом в своей жизни себя вести, чтобы потом иметь возможность ругаться, выяснять, вместо того, чтобы созидать и наполнять свою жизнь. Видите, как человек наделяет ярлыками, как человек обобщает и приобщает, не замечая то, что он является актором, он является сообщником, он является продолжителем этой культуры и думает, что он освобожден от такого будущего только потому, что в своей голове нарекает кого-то каким-то ярлыком. Но это же еще больше ослепляет ее. И вместо того, чтобы задаться вопросом, как мне не оказаться в этом, как мне прогнозировать, строить свое будущее, как мне отстраивать свою жизнь и концепцию своей жизни так, чтобы быть максимально успешной, вместо этого она ослепляет себя, смотря в зеркало и видя там идеальную принцессу, богиню. Но если бы она там увидела точно такую же женщину, которая находится в шаге от контейнера, там, где она может опять сыграть в ящик, она видит только ЧСВшное, гордое, вероломное, претензионное отношение к миру и безапелляционное, беззаговорочное оправдание себя. И это является ее пистолетом, метафоричным, у виска, который выстрелит в тот момент, когда не будет этого ожидать, но будет поздно, потому что будет уместна фаза только одна. Простите, pretty woman, но вы обосрались. Куда нам ехать? Куда нафиг ехать? Даже в такую, казалось бы, на первый взгляд, пустую, звенящую голову, без просветного вакуума попадает светло-гениальная мысль, которая наделяет пространство жизни смыслом. Но даже в этом, казалось бы, казалось бы, светлом лучики добра, в тьме беспощадного невежества появляется желание построить заново быстро и к новую сваю, как тут же, словно крабы в ведре, стягивают назад всеми усилиями своих приводящих мышц, дабы опять окунуть в самозабвенное чувство страдания, в свою подругу, потому что ни любви, ни уважения, ни ценности, как актору и соратнику, который идет рядом с тобой на протяжении всей твоей жизни, нет. Ни капли, уважения. Зараза, а не мусор. Парадоксально, но чего ты хотел там еще увидеть? Этот человек словно парень либо женщина на тиндере, которые думают, что смогут найти в этом что-то непоколебимое, светлое, чистое, воодушевленное, которое трогает до глубины души. Но нет, среди продажи ты найдешь только продажу. И важно понимать и встраивать внутрь в себя эту потребность и это желание, уважаемые мои. Милая, это лотосисты. Это деньги на жилье. Не бери за ночь меньше сотни. Как закончишь, сразу звони мне. Ну видите, смотрим, какая установка, какого рода глубокое разочарование постигнет нашу подружку в ее жизни, потому что сейчас она сможет соприкоснуться с чем-то, по ее мнению настоящим и прекрасным, но будет погружать ее в еще большую хаос, в еще большую разруху. И мы посмотрим, как шлюха будет думать, что она превращается в бутон прекраснейшей розы, которая благоухает и раздает вибрациями все пространство вокруг. Я еще бою, Вербикелс, ты не покажешь? Хорошо, 5 баксов. Ты че обнулась? Теперь 10. За это не берут денег? А я как раз беру пупсик. Я-то дома. Видите, она его обула, огрела, сделала так, чтобы он сейчас почувствовал свою никчемность. И сейчас, когда в его больное место, в брешек его самооценки, доставим недостающий пазл в лице аккуратной пейси, что мы имеем? Что мы имеем? Мы имеем возможность подсадить на иглу одобрения и поиск моей вагины для того, чтобы ты чувствовал, что с тобой все так, потому что чувствовать себя по умолчанию таковым ты не способен и не можешь. Прикольная тачка. Немного своенравный. Твоя? Нет. Погнал. Не совсем. Видите? И опять, что мы имеем? Мы имеем человека, который является заложником, железобетонным заложником, беспросветным, погружающим себя в самозабвенное, иллюзорное состояние и отыгрывание тех эмоций, тех следствий, к которым он привык в жизни проживать. Почему? Да очень все просто. В голове у человека, который способен воровать и создавать сложные конструкции, в лице обмана, только так могла появиться там эта мысль. Но не способен человек, который не привык воровать и обманывать других людей, что-то притянуть в свою жизнь, что-то притянуть в свою реальность. Он руководствуется только одним желанием, которое для него является созвучным, которое гравировкой на его бессознательном отображается, словно через фонарь, как трафарет, ставил офицер города Готэм и отсвечивал на небе символ Бэтмена, призывающим к помощи. Мы не можем справиться. Так и эта бессознательная установка отсвечивает на жизнь, словно небо из города Готэм, потребность в сиюминутном вмешательстве психотерапии, дабы не иметь больше желания сетовать, шлюховать и обманывать себя. Не водила лотус? Нет. Тогда пора начинать. Держись. Держусь. Погнали. Ну, по классике они должны ее разъебать. Ну, прям разбить, то есть, то есть, как бы, пасть в аварию. Жемня, сколько вы получаете сейчас? Нижняя цена сотня. Сотня за ночь. За час. За час? Ты берешь сотню за час, а сапог застегнут на булавку? Вот, вот, и сразу выстраивание причинно-наследственных связей. Но наш мужчина уже проглотил наживку и уже находится на крючке манипуляций и уже находится на крючке писечки, потому что сам внутри себя желает, чтобы его жизнь не такой отыгрывалась. Сам внутри себя хочет, чтобы с ним так общались. Сам внутри себя это желание воспроизводит в каждом дне и в каждой ситуации, потому что сегодня он расстался, то есть, бросил свою даму и теперь надо утопить свою боль в лице вагины, которая будет наполнять его разбитое и грустное сердце. Но он-то понимает, что не дурак, что такого быть не может, если бы она получала за час такие деньги, она бы могла себе позволить более лучшую внешний вид, более лучшую одежду и по-другому выглядеть. Ну, вот. Да. Доберешься? Да, возьму. На мою двадцатку такси. Вот, видите, уже у него есть чувство вины, уже он хочет ее. Вот как сейчас нужно ее повести? Ей сейчас нужно позаигрывать чуть-чуть и начать его отталкивать. И она сейчас его оттолкнет, и это будет поводом для того, чтобы проглотить наживу и чтобы его покинутость сработала. Сейчас будут романтизировать то, что мужчина высокоранговый будет. Но это проститутка. То есть, вы понимаете, да? С ультра пониженным социальным статусом, продающая себя за деньги. То есть, женщина будет сейчас отыгрывать и выстраивать внутри себя такое желание, будто она светоч, блазин господня. Не то, чтобы женщинам, которые занимаются экспортом, проституцией и прочее-прочее-прочее-прочее-прочее-прочее-прочее плохое отношение. Но декларировать не надо то, что я принцесса, императрица и тигрица. Веди нормально, адекватно, соизмеримо тому положению, которое ты занимаешь. И все. что подвезла. Пока. Прощай. Нет такси. Ну вот, видите, манипуляция сработала, плечет сработал и сейчас, походу, она на хлопучем вечерочку. Я подумал, что действительно сотня за час? Да. Но если твой вечер еще не занят, буду рад, если ты проводишь меня в отель. Давай. Видите, начинается, какая кукол дятенька. Если твой вечер еще не занят, буду рад, что ты проводишь меня в отель. Он уже относится не по назначению. Он уже относится не по назначению. Как она ему отвечает? Давай. Нарвано, дерзко, претензионно. Буду рад, если ты... Она, шлюха. Ты что хочешь-то? Ты сейчас ей задаешь тот реферал, на который она никогда в жизни не рассчитывала. И сейчас она будет манипулировать и паразитировать на тебе. Плачек накинем. Зачем? Потому что я стесняюсь того, как ты выглядишь, и я буду испытывать чувство стыда и вины из-за того, что привожу шлюху в номер, потому что под статус у меня не положено, потому что высокоранговый мужчина не покупает любовь. Он получает ее по факту своего ранга, а не потому, что он покупает ее. И отсюда феномен, что мужчина, который ценит и любит себя, не покупает шлюху, чтобы заниматься с ней сексом, проститутку какую-нибудь, а он проституточку маленькую аккуратную, а он что воспроизводит в своей жизни? Он занимается своей жизнью для того, чтобы женщины сами приходили к нему и говорили, а ты не мог бы, пожалуйста, уважаемый мой, просто тихонечко присунуть мне, потому что мне очень сильно хочется провести с тобой время и прочим-то целым родить даже от тебя ребенка. Ну, смотрите, насколько, да, пренебрежительные, некорректные взгляды на себя ловит, и если бы у нее все было хорошо с самоощущением, она бы на это не реагировала, чувствовала бы, что с ней все в порядке, с ней все спокойно. Но из-за того, что она понимает, что с ней что-то не так, что она не должна здесь находиться, она сейчас будет испытывать внутреннюю потребность, чувствовать, что со мной что-то не так, а взгляд других людей будет только лишь напоминать. Но одежда никогда не определяет тебя, определяет только твое отношение к себе. Смотри, у меня колготки поехали. Да я их не ношу. А это называется гиперкомпенсация. То есть настолько мне стыдно, настолько я чувствую внутри себя дискомфорт, настолько сильно я чувствую внутри себя боль, что я покажу другим, что это не так, чтобы убедить и их и себя, что со мной все в порядке. Но, дорогая, милая pretty woman, ты почему такое делаешь делать? Зачем ты обманываешь себя? Подумай о родине. Подумай о своих садичьих. Их. Она впервые в лифте. Закрой рот, милый. Кукалдистан. Просто понимаете, закрой рот, милый. Ты увидел женщину, которая хотела бы такое что нахлобучить. Я такого себе... Понимаете, это вот феноминальная дурка. То есть вместо того, чтобы вести себя раскрепощенной и быть такой же женой, только женой этого мужчины, но не так одеваться похабно, а дома так себя проявлять, она считает это плохим, она считает это ужасным, считает это разрушающим. Мужчина хочет, чтобы было так, но из-за того, что он кукалдистан, видите, поза такая вот у него, рабская поза, рабоплескающая. Стоит и... Да, извини меня, принцесса, извини, императрица. Но это же мета-сообщение все. Это все мета-сообщение. Мужчины, вы... Ну вы же не таракан из-под ногтей. Ну вы же что-то должны из себя представлять. Какая-то ненависть и злость должна проснуться внутри вас, чтобы перестать на это соглашаться. Сколько можно? Рот закрой, блядь. Иди встань сзади меня. Нет. Еще такое лицо, блядь. Ну что-то, блядь, происходит. Добрый день, здравствуйте. Вы, мужчины, вы, мужчины, не она мужчина, вы, мужчины, изолируйте себя от таких женщин. Это просто нонсенс. Вы представляете, это 99-й год, и это уже было у них. У нас только сейчас вообще пацаны по снегуэта вообще начинают появляться и бить. Это феноменально, конечно. Какой мы беспросветной технической жопе находимся. Да. Удивлена. Не обольщайся, я тут часто бываю, а этот номер вообще снимала на час. Ну конечно. Видите, и сейчас мы имеем такую показательную вещь, как гиперкомпенсирующая реакция на невротичное проявление. То есть, что происходит? Он понимает, что она не может себе позволить такие роскошные апартаменты. Он понимает, что она не может себе позволить так вести свою жизнь, потому что ее жизнь это жить в мотеле и застегивать сапог с булавкой вместо щечки и язычка. И она вместо того, чтобы признаться, сказать честно и быть уязвима перед своим новым мужчиной, перед своим новым ухажером, гиперкомпенсирует и показывает, да я и так крутая, не удивишь ты меня этим. Тем самым, создавая еще большее напряжение, дискомфорт внутри себя, потому что знает, что это неправда. Она знает, что это страшно тяжело и поэтому это все будет больше и больше и больше формировать внутри нее потребность обманывать и дальше, потому что маленький обман будет порождать еще один обман, еще один обман. В конечном итоге вся ее жизнь будет обманом рядом с этим человеком. Ну раз уж я здесь, что ты со мной будешь делать? Признаться, сам не знаю. Да? Этого не было в планах. Ты все планируешь? Стараюсь. Видите, сейчас так опять же такой вопрос претензионный. Ты все планируешь? И вот как парадоксально, да, человек не имеет вообще ничего. Человек научился продавать только свое тело и как-то претензионно задает вопрос нашему Ричард Киру или как его там зовут и как бы мне это сообщает. А ты умеешь ослабляться? Ты умеешь кайфовать? Ты умеешь получить удовольствие от жизни? А ты умеешь вести себя по-другому? А ты умеешь чувствовать себя по-другому? Но на самом-то деле он-то успешен, он-то смог в своей жизни сделать то, чего не сделаешь ты никогда. И тебе бы поравняться на его жизнь, тебе бы поучиться чему-то у этого человека в этой жизни. Но нет же, я буду обесценивать и выставлять это как что-то второстепенное, что-то неправильное, что-то несуразное, что-то неказистое. Я ничего не планирую, я не планирую, не тот у меня характер. Я, в общем, знаешь, лечу, куда ветер носит. Вот видите, и это опять праздность, это легкомысленность, это погоня за удовольствием, это создание постоянного прецедента к тому, чтобы из раза в раз, из раза в раз в своей жизни отыгрывать напоминание себе, какая я никчемность, какая я бездарность. В жизни вопрос становится по-другому. Кто-то будет мной управлять. Вопрос я, обстоятельства, либо другие люди в лице этих обстоятельств. И поэтому каждому человеку необходимо задаться вопросом, а что я хочу в жизни своей сделать, что я хочу в жизни своей сотворить, что я после себя хочу оставить, какое будет мое наследие, какое будет мое достояние. Если я собираюсь просто напропалу прожигать свою жизнь, ну да, я выжгу максимально свои рецепторы дофаминовые и буду чувствовать себя хорошо. К концу жизни просто умру. И это тоже имеет место быть. Но мы-то с вами понимаем, что не на этом мы себя должны растращивать, тратить и не так проживать свою жизнь. Как вам такая мысль? Ну, моментом такая уж я, да. Угу. Ей сейчас неловко, она сейчас понимает, что это безрассудно, это ни к чему хорошему не приведет. Она понимает, что жить моментом это оказаться в мешке убитой, в баке мусорном с опередозой героина. Вот ее следствие, вот ее причина. Она это создает и понимает, но из-за того, что у нее есть в черепной коробке помимо, помимо желания присесть на член и желания что-то получить, потому что она пыталась вразумить свою подругу, она пыталась призывать к осознанности. Она понимает причины наследственной связи, она умеет манипулировать, она умеет пользоваться машиной, она понимает, у нее есть структура внутри себя, у нее есть последовательность внутри себя, но, к сожалению, из-за страха, из-за отчаяния она остается в этом колесе, она остается в этом ураборосе, в этом кольце самозабвения и боится себя потратить на что-нибудь другое и даже попробовать. Сейчас вот она отыгрывает такой томный легкий вздох, уводит взгляд в сторону и ей как бы стыдно за то, что она в своей жизни из себя сейчас представляет. Что устанется? Что ему нужно? А, да. Вот. Спасибо, сэр. Вы всего, не за что. Чей вы, я вот дура. И вот здесь видите, у человека есть причинность и следствие. И человек, в данном случае наша женщина, она привыкла себя корить, она привыкла создавать внутри себя потребность быть дурой. И вместо того, чтобы не сливаться с опытом, потому что у нее не было в голове опыта, обслуживание такого высокого уровня, жизни в пентхаусе, возможность понимать, что здесь есть определенные правила, определенные устои, если бы у нее была развита осознанность, она бы сейчас не навешивала на себя дополнительную нейронную связь в лице того, что я дура. Но тебя не определяет то, что ты не знал, что он хочет от тебя чревые, он молчит, стоит, улыбается, боится сказать, стесняется. Ты не понимаешь, что происходит. Он же не считает себя дураком, потому что он что-то сделал не так. И это большое заблуждение человека – определять себя по действиям, а не через результат. Да, нужно соотносить и корректировать свою жизнь через действия, но не выбирать отношение к себе по следствию негативного результата. Тебя определяет только то, кем ты решаешь быть сегодня для себя. Тебя определяет только то, кем ты решаешь быть сегодня для себя и больше ничего, больше ничего над тобой не имеет никакой силы. Если что-то не получилось, не надо даже расстраиваться по этому, не вовлекаться в эту мысль. Это данность, которая есть и это пройдет. Моя бывшая жена на Лонг-Кайленде в моем бывшем доме с бывшим псом. Прошу. Вот видите, опять же, что объединяет двух людей? Только Алкаха. Только Алкаха способна скрасить их досуг, только Алкаха способна воодушевить их на душевное общение, только Алкаха способна их по-настоящему открыться, потому что болезненное внутреннее состояние и открытость миру очень сильно напоминает им страх того, что их не примут, как в детстве не принимали их родители. И поэтому они не способны и не могут общаться открыто друг с другом. И какая идет жесткая пропаганда шлюховатости, проституции, открытости, вычуренной одежды, высокого каблука, ботфортов. В 99-м году, конечно, посмотрев это, советские женщины начали воспринимать это адекватным и нормальным поведением. И естественно, это будет закрепляться королевая модель, естественно, это будет являться ультра-высокоранговым женским поведением. Это высокоранговое поведение здесь просто нет как позиции. Потому что высокоранговая женщина себя уважает. Не выпишь? Нет. О, интересно. Только лишь спаивать того, кто это готов делать и разрушать реальные клетки его гиппакамы этой женщины, потому что ему насрать на нее. Вы поймите, что мужчина, который будет относиться с адекватным, с любовью, с трепетом к женщине, он не предложит ей травить свой организм алкатой. Он не будет запрещать, но он не предложит это и не будет настаивать о том, чтобы она глушила свои неврозы алкоголем. Знаешь, я на работе. Сцену ухаживания вполне оценила, но я на работе. Ясно? Так что время идет, может, о том, что... Она не может отнестись к себе как к человеку, который может быть искренне интересен. Она не может отнестись к себе как к женщине, к которой мужчина может оказывать знаки внимания. Просто по факту того, что она понравилась. Для нее понятна только разменная монета. Рыночные, товарные отношения. И за это ее винить нельзя, потому что она в этом бложествовании находится. Она в такой позиции пребывает. Она в таком мире для себя живет. Это ее мир. Она в этом мире находит в себе объяснение. Она в этом мире находит себя. И, естественно, когда она сталкивается с диаметрально противоположным представлением, которое для нее чуждо, она начинает как бы испытывать чувство вины и из этого чувства вины говорить. Я должна отработать денежки-то свои. Давай действовать. Давай я сейчас отсосу твой член. Почему? Почему? Почему нет-то? Но еще раз, еще раз. Женщина, которая вступает в такие взаимоотношения с мужчиной, считает его низкоранговым, а себя высокоранговой. Потому что женщина не будет спать за деньги с мужчиной. Она отбирает ресурсы, дает свою вагину, самое ценное. И это основополагающая позиция. Женщина, которая уважает мужчину, будет спать с ним, потому что мужчину уважает и любит без какого-либо жертвоприношения. Ну да, начинай. Сколько хочешь за ночь? С тобой. Видите, парадоксально, насколько он сильно себя не ценит, насколько сильно он себя не любит, насколько сильно он к себе относится низко, низменно. Он хочет отдать свои ресурсы проститутке, чтобы получить внимание вместо того, чтобы заняться своим ментальным здоровьем и исправить эту потребность в том, чтобы такую женщину всю жизнь дотягивать, а потом страдать из-за нее. Ну, это очевидные будут вещи, что он потом будет заниматься безостраданием, уже не надо так же за гадалки ходить. По сюжету это будет сто пудово так. Он настолько сильно себя не ценит и вся его жизнь является сейчас компенсацией своей внутренней ущербности. И когда он добился положения высокого, он понимает, что и это не помогло ему чувствовать, что с ним все в порядке, с ним все нормально. И она опять недоумевает, почему так. Сейчас она должна сейчас обмануть и взять больше, обосновывая это тем, что у тебя же есть деньги. Ты не потянешь. Рискни. 300 долларов. Идет. Спасибо. Можно не спешить. Я ей говорю, она назвала цену, которую сама не верит, называя ее ты не потянешь. И когда это было озвучено, она такая, что происходит? Сейчас у нее ломается шаблон. Сейчас она пока еще сама себя сдерживает, понимая, что она проститутка и шлюха. Но как только она начнет осознавать и понимать влияние на этого мужчину, на этого мужчину, она будет заполнять пространство все больше и больше. И вести себя будет все похабнее и похабнее, все неадекватнее и неадекватнее. С каждым разом, с каждой секундой именно это будет повторяться и это будет в ее жизни отыгрываться. Постоянно. Наркота? В любом случае наркота, либо что-то противозатяточные какие-нибудь. Я думаю, что наркота. ЛСД. Видите? И он, что парадоксально, парадоксально, у него есть все-таки здравомыслие, есть адекватность, есть какая-то причина, наследственная связь в голове и какое-то самоуважение в отношении себя. Но сейчас ему на уши опять присядут, он опять поведется и подумает, что это просто из-за того, что сейчас у него сперма в голове вместо нейронных связей его серовое вещество кори головного мозга, он сейчас будет вестись на любую ахинею и чушь, которую будет произносить наша красотка. И для него это будет являться основанием и апелляцией к тому, чтобы посчитать своими принципами. И вместо того, чтобы выбрать себя и освободить себя от дальнейших проблем, где есть просвет из здравомыслия, где через дуршлаг его мысли просвечивается маленькая свеча, маленькое беленькое пятно, которое напоминает ему о том, что одумайся, опомнись, она вчера могла бомжа отсасывать за сотку. Нитка для зубов? Да. Ну что, зерна от клубники. Я вообще слежу за деснами. А представьте, там в этой коробочке лежит эта штучка, вот здесь, знаешь, меня обычно мало кто удивляет. Так тебе везет. Меня люди шокируют. Вспоминаем правило. Мало что удивляет, это причинно-наследственная связь. То есть, человек понимает, что то событие вывозит то или иное следствие. И когда мы сталкиваемся с тем, что нас удивляет, значит, что мы не понимаем ту реальность, в которой мы находимся. И чем больше у человека удивления, тем меньше у него причинно-следственных связей, тем меньше у него структуры в голове. Он движен чисто удивлением. А где есть удивление, там есть непонимание картины мира и твердости картины мира. Поэтому прожженный, сбитый старец не удивляется никаким событиям в своей жизни. И только лишь маленький юнец, юноша, который поехал в первую жизнь в путешествие, наблюдая новый ландшафт, для себя впитывает жадно новые эмоции, новые краски. И его жизнь начинает раскрываться ему совершенно по-новому, по-другим углом. Так же и мужчина-женщина взаимодействия, когда первый раз в жизни сталкиваешься с женщиной ебанутостью женской, ты думаешь, да что это, как так можно? Ты для нее все, а она от тебя отворачивается. То же самое и женщины. Конченый, плохой, галимый, неправильный. Но я его люблю. Сука, так люблю. Он так классно бьет чужие головы, а бордюры так филигранно, так изысканно. Какой он красавчик. Он так классно и изысканно отбирает деньги у тех, кто слабее. Сильный мужчина. Но рептильная зона, ничего не поделаешь, так бывает. У меня тут ковровый пикник, не хочешь выпить? Не поверишь, я пьяна от жизни. Вот, на самом деле, очень хорошая фраза, глубокая. Почему? Потому что ему хватает впечатлений, ему хватает проблем, что называется, задач. Ему хватает возможности себя реализовывать. У него хватает интересов, у него хватает в реальном мире и в реальной жизни всего того, что она сейчас компенсирует и жадно заедает нереализованность и собственную никчемность, потому что думает, что это в ее жизни в последний раз. И уж лучше я сейчас пресыщусь и насыщусь этим максимально. Буду пьяна от удовольствия, потому что, возможно, удовольствия больше в жизни я не получу. И запомните интересную позицию в своей жизни. Чем больше вы чего-то жадно хотите, тем больше вы мета-сообщаете миру. Раз я так жадно вбираю в себя последний кусочек удовольствия, я думаю, что мир больше меня не наградит этим состоянием. Мой Бог и моя Вселенная больше не смогут обо мне позаботиться. И вы можете сказать, о боже, что же историческая шизофрения. Нет, это реальность. И это можно переложить на реальный мир. Представьте, что вы жадно поедаете в ресторане еду, которую вы не хотите есть, думая, что это в вашей жизни последний раз. Вы сами себе сообщаете и бессознательно напоминаете, что вы недостойны и для вас это слишком много и слишком чуждо. Поэтому имейте такую привилегию и имейте такое разрешение внутри себя пользоваться благом ровно до тех пор, пока вы не присытились этим. Иначе зачем создавать внутри себя потребность держать, уметь и понимать свою основополагающую функцию. я умею выбирать пристрастие и в этом пристрастии знаю грань и степень своего насыщения. Вот так вот. Человек, который громко, ярко смеется, открыто выражает себя, всегда связан с высоким рангом, с ощущением себя высоким рангом. И здесь она выступает высокоранговым самцом. Ну, высокоранговый самкой. Он же, занимает сдерживающую позицию наблюдательную. Его это заправляет, ему это нравится, его это приезжает, потому что он себе этого позволить не может. И не то, чтобы он сдержанный. Высокоранговый самец в том-то и дело, что он выбирает то, что для него является правильным и высокоранговым. А он видно, что сдерживает себя, находится в позиции в такой зленности, спредливой, что если я так поступлю, это будет как-то неправильно, несоизмеримо моему статусу. Вспоминаем разбор Короля Лев Налы. Да, как Нала посмотрела на нашего символа. То же самое здесь. Это яркий сигнальный механизм призывка к спариванию. Видите? На опыте. Коллеги, чтобы не стирать, отключает звук. Почему? Потому что смех и посторонние звуки очень сильно убивают и изолируют сексуальную энергию. Потому что сексуальная энергия это определенная вибрация и положение между людьми, мужчиной и женщиной. И естественно, когда есть смех, какая-то шутка прибаутка в каком-то формате либо ключе, она по-любому, по-любому разрушает то пространство, которое создается соединением душ, сердец, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Нет, когда просто мужчина и женщина хотят подракаться. Господи, она мне доверилась, она сняла передо мной свой парик и осталась ничего оттуда. Бля, чувак, а ничего страшного, что ты живешь в пентхаусе, у тебя есть куча бабок и в целом любая подруга выбрала там остаться. Не забывай про это, про причинное следствие. И мы должны понимать, что, блядь, ну почти никогда такого не будет в реальном мире. Это просто обман для дурочек, которые сядут в провинции, которые понимают, что никогда в жизни они не окажутся в такой ситуации, но питать себя иллюзией этого, вот это приятно, вот это комфортно. Это, конечно, хочется. Но все же устрою встречу. Сегодня. Ужим. О, этот, этот, не надо с ней встречаться, особенно один на один. Нет, это бойцовый, старик скажет что-то не то, он потащит суд. Такая опасность всегда существует, тем интереснее работа. Вот видите, сейчас наш пузыречек, приятный, маленький, аккуратный мужчина, он сообщает о том, о своих страхах, о своем желании, о своем непонимании, о своем страхе рисковать и что тем самым показывает, почему он занимает позицию, какую? Позицию подчиненного, потому что риск напрямую связан, опять же, с высоким рангом, риск напрямую связан с высокоранговостью и чем выше ранг у мужчины, естественно, тем больше он способен на риск, но адекватно и взвешенный. И тут вторая позиция, риск в отношении того, чтобы получить больше преференций от жизни, ну и здесь опять же, низкоранговый мужчина, он не рискует, а он жертвует собой, и здесь может быть, вообще, полярности очень сильно похожи, высокоранговый, низкоранговый мужчина могут быть похожи, потому что низкоранговый начинает жертвовать и отдавать себя, потому что его жизнь не цена. Но высокоранговый готов рисковать, но во благо себя и для себя, он никогда не будет рисковать, чтобы спасти кого-то другого, потому что, ну, ты знаете, риск, чтобы кто-то другой выжил, а твоя жизнь будет спасти другого человека и взамен дать свою жизнь, это, блядь, ничего благородного здесь нет. Это дурка. Это неадекватность. Почему твоя жизнь для тебя менее ценная, чем жизнь другого? Об этом подумайте. И тогда весь героический эпос перестает быть таким геройским и заставляет задуматься их правду. А что они-то рискуют собой? Это же ненормально. Это же реально неадекватно. А для чего они это? Почему они свою жизнь ценят так низко? Потому что самое ощущение низкоранговости. Сядь, поешь что-нибудь. Позвонил и заказал все меню. Не знал, что ты любишь. Еще раз. Опять же, он может себе это позволить. Для него это в никаком формате. И не будет сказываться на его доходах. Прочее, 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 прочее. Но это уже позиция выслуживания перед женщиной. Это уже позиция слишком большого к ней внимания только по факту того, что она женщина и по факту того, что она понравилась. Это неадекватно. Потому что в следующий же раз, как только она почувствует власть над ним, она будет хавать его потихонечку, будет отгрызать его голову капля по капле, сантиметр за сантиметром. И она будет понимать, что теперь она рулит им, потому что женщина начинает становиться сука и стервенеть только тогда, когда мужчина это разрешает и позволяет. Она ведет себя как высокоранговая женщина, которая может себе позволить как хочет себя проявлять. Садится на стол бесцеремонно, беспардонно, где он сидит рядом, общается с ним свысока, проявляет себя как хочет, и он тактильно мягко напоминает ей о том, что вернись на землю, милая. Но это не сработает, она уже тебя хавает, все, он уже сцепил крючок, она уже с салой ночью. Компания, что я сейчас покупаю, обойдется примерно в миллиард. Миллиард долларов? Да. Ну, значит, ты жука умный? Блядь, миллиард баксов просто, миллиард баксов, понимаете, миллиард долларов. Миллиард долларов. Ты понимаете, насколько сильно сейчас мартышки в голове бьют тех женщин, которые смотрят это кино? Они же взращивают внутри себя неизгладимые силы желания, что с ними это произойдет, что они когда-нибудь окажутся на этом месте, что они когда-нибудь смогут в этом оказаться. это же феноменально. Это феноменально сделать такое кино, продать этим писечкам, этим неграмотным девочкам историю о том, что возможно это будет, главное вести себя вот так похапно, главное так себя проявлять, и в твоей жизни будет успех. Это феноменально разрушающая, деморализующая картина. Похлопаем. Значит, ты жутко умный? Хм. Десять классов мой предел. Сейчас, видите, сталкиваются две литерсферные плиты, ну как литерсферные плиты? Один континент и песчинка. Один континент, ну и островочек Святой Елены. Доступность, образование, желание что-то делать с собой. А ты много учился? Я все еще учусь. Извините, не все еще, а я выбираю в каждом дне учиться, наблюдать жизнь, наблюдать мир и постоянно совершенствовать себя, потому что я понимаю, ценность этого процесса, как бы там ни было, адекватно постигать и учиться, потому что в этом есть большое адекватное благо. И ни в каком формате их учения нельзя прекращать себя, лишать такого достоинства и такого желания, как образование. Потому что это единственное, что может наполнять смыслом общить тебя как человека и постигать мир все больше и больше и больше, потому что область твоего знания всегда соизмеримо расширяется в области твоего незнания. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю, потому что знание расширяет границы познания максимально глубоко и полностью. Максимально глубоко и полностью. Она думает, что поняла и познала мир и поэтому прекратила развиваться. Твои предки тобой гордятся, а? Видите, и скорее всего это либо родители его умерли, либо он рос в приюте, либо у него конфликт с родителями, либо они от него отказались. И поэтому он всю жизнь доказывает им, что он заслуживает любви, заслуживает внимания, что с ним все хорошо, и поэтому для него это вопрос остается без внимания, и он, вроде бы взгляд робко, немножко стесняясь, и видите, у него такая эмоциональная депривация. Видите, как он искренне заботится о этой женщине, как он искренне включен в нее, как он с радостью преподносит ей какие-то блага, и как он неинтересно относится к себе, как он невкусно живет себя, как он невкусно себя проявляет и живет эту жизнь. Для него это такая позиция спутанная, непонятная, он не разбирается в своих эмоциях, потому что для него они чужды, он не привык себя оценить, себя любить. Тебе деньги забери на ресепшене по отеле Риджинс Эверли Вилшин. Запиши. Слышишь, Кит? Кит, запиши, а ты завтра мучишь, поняла? Ридж. Да. Просто посмотрите, блядь, на то, в чем они живут. Просто посмотрите там, где они находятся. А потом люди будут говорить про полярность миров, про отношение к себе, про отношение к жизни. Кока-кола, еда, фастфуд, насрана, все. Понимаете, что ваша жизнь, как бы вам ни хотелось, начинается с того места, где вы живете. Ваша жизнь начинается с того места, где вы живете и заканчивается там, где вы живете. Пространство, где вы находитесь, основополагающее элемент вашего вообще бытия. Бытие, значит, от слова быт, то есть, бытие от слова быт, от слова бытовать. Как ты бытуешь, так ты и живешь. Первый уровень организации твоей жизни, основополагающий, если вы сейчас свинарники, сука, нажмите на паузу и уберитесь в своей квартире. Хотя бы на столе, хотя бы в комнате. Приберитесь. Паскуда, тварь, булку выкинь и иди убирай. Иди уберись у себя, иначе тебя ждет такая жизнь. Оно тебе надо? Pretty woman, красотка моя маленькая, смотрящая этот разбор. Угомонись, остановись. Оно не надо. Я знаю, что ты лучше этого. Ты достойно лучшего. Не надо этого всего, писи. вы знаете эту дом? Нет. Смотрите сейчас, как нейронные связи тех женщин, которые смотрят кино и понимают, что они являются прототипами этих женщин. Нет денег, которые выросли в таком вот состоянии. Па-па-па-па-пам, па-па-па-пам. Бедная, бедность, 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 бедность. И потом она вырывается в пространство, наполненное полностью денег, изысканности, принятия, возможностей, абсолютной тотальной защищенности и понимания того, что за тебя возьмут ответственность. Как сейчас нейронную связь, зеркальные нейроны воспроизводят в ее голове фейерверк и восторг, что у меня будет то же самое. А девочка, которая скушала только что недавно гамбургер, все идет и улыбается. Идет и улыбается. Сколько за это? Оно вам не пойдет. Что ж, я сама решу, что подойдет. Сколько? Вот, очень интересно. Это адекватная позиция. Адекватная позиция. Сразу хочется ебососинку пробить такой аккуратной маленькой девочке с такие вещью. Да, это адекватное отстаивание своих границ. И здесь тоже это вивье выросло в этой среде, где там всегда было давление, всегда была конфронтация, всегда была возможность себя отстаять. И, естественно, это научает держать грамотно мазу, держать грамотно слово. И внутри себя иметь потребность отстаивать свою границу. Потому что, ну, каким-то образом решил, что мне это не подойдет. Но так как она гиперкомпенсатор, у нее всегда атакующая позиция, нападающая. Можно цену, Мари? Боюсь, цена баснословна. Цена баснословна. Вот, видите, сейчас они начинают специально проучивать ее, выучивать, наставлять, показывать, что она занимает низший слой. Хотя, блядь, они продавщицы, они просто, знаете, продавцы, которые работают в магазине, у которых мозгов хватает тока на пробивание чек кассового аппарата и который умеет продавать. Я не говорю, что продавцы плохие. Я говорю про тех, которые так себе надменно бедуют, которые сами могут обслуживать примитивные механические действия. Не говорю про реально изысканных крутых продавцов, хотя продавать брендовые вещи тоже нужно уметь, но нет трудности продать человека, который пришел покупать и который имеет деньги. Но когда такое похабное, наглое, претензионное поведение, конечно, хочется осадить, конечно, хочется опустить тем людям, у которых есть потребность, потому что они чувствуются с ними, что-то не так. Это внутри у человека проработано. Какая мысль? Ну, хабалки, которые не умеют адекватно себя вести, которые просто не потеряли возможность только что заработать. Знаете, вот сидит женщина, ведет себя как хабалка, и подходишь к ей срубковка печенья и говоришь, женщина, кушайте печенье, у вас лучше получится, нежели чем, когда вы разговариваете. Ты уходишь в закат, потому что понимая, что здесь незачем этого делать, они прекрасно понимают, что они делают. И хидное, агрессивное, токсичное поведение. Но для вас тут ничего нет. Вы, деточка, ошиблись? Прошу вас уйти. Ну, вот, она как гиперкомпенсатор в обязательном порядке, потом сюда со своим мужиком он придет и покажет им, какие они неадекватные. Ну, в реальном мире это не бывает. В реальном мире такого не бывает. Естественно, ни один мужчина не поедет в магазин доказывать каким-то продавщицам о том, что мы, ну, короче, это дурка, такого никто не будет делать. Да, мы выгнали меня, денег-то вагон, и что? Платья нет, что теперь делать? Просто руки опускаются, он просил к вечеру найти наряд. Видите, какое у нее отношение к деньгам, какое у нее отношение к себе. Погрызили пальчиком, показали, указали на свое место, он начинает теряться, начинает опускаться, начинает считать, что весь мир против нее, начинает чувствовать и понимать, какой мир на самом деле. Понимает, что взятие ответственности даже за такую примитивную, банальную вещь покупка платья у нее вызывает неизгладимое, тяжелое, отягощающее обременяющую напряжение в ее коре и больших полушарий. И она начинает включать жертву, чувствовать себя беспомощной, начинает манипулировать и создавать внутри потребность у мужчины, чтобы его мужской инстинкт проявил себя и позаботился о несчастной, бедной, беззрачной самочке. Какие-то планы на вечер? Я иду ужинать. Не садитесь тут. В ресторане? Человек всегда берет себя с собой и человек является заложником всех своих программ, убеждений, установок. На самом деле наш мозг, он служит всего лишь компьютером, обслуживающим те программы, которые по умолчанию в нас вшиты. Естественно, если вы хотите сколько-нибудь в свою жизнь менять, естественно, если вы хотите сколько-нибудь менять себя, вы должны жадно капля по капле впитывать и выдавливать, впитывать и выдавливать новые нейронные связи, вдавливать старые, впитывать новые, выдавливать старые. По умолчанию, по умолчанию, в каждом дне, в каждой секунде работаем с собой, чтобы не иметь такой вот привычки презентовать себя в том формате, в котором вас не готовы принимать в обществе. Ладно, послушай, я не хотела тебе мешать. Спасибо за отношения. Ты классный? Видите? Спасибо. Это адекватно. Одобряем позиции. Благодарность. Но ты классный не по умолчанию, потому что классный, а ты классный, потому что обслуживаешь и решаешь мои проблемы. Охрененно так раздавать людям регалии, когда ты классный, когда ты помогаешь мне просто потому, что я поныла у тебя в кабинете. А до этого я к тебе этого разглядеть не смогла, и поэтому в своей жизни я такой и нею результат. Я буду в вестибюле в 7.45. Ты не зайдешь за мной? Это не свидание, а бизнес. Куда ты меня повезешь? Видите, насколько, насколько. Вот просто я буду на вестибюле в 7.45. Ты не зайдешь за мной? То есть она уже свой вагиноцентричный пряничек показывает как главную добродетель. Он не ведется на это и говорит, это не свидание, это бизнес. Она понимает, что не схавала и даже не заморачивается насчет этого. Даже вообще полностью по уху. Едем дальше. Будем вкидывать следующий крючок. Едем в ресторан Вольтер. Очень не заскли. Хорошо. Я выйду в вестибюль, раз уж ты мне платишь за это. Видите, делает одолжение, показывает опять свое вагиноцентричное проявление. Но давайте вспомним, как она плакала за столом, как ее опустили продавщицы, и как она не смогла вывести то, что на себя возложила. И сразу ее пельна падает. И вот просто посмотрите, посмотрите, какая феноменальная игра. Как нам прекрасно показывает высокоранговая позиция. Вот мужчина, насколько он высокоранговый в среде, да, как он бизнесом управляет, как он себя проявляет, чего он добился, как он спокоен, безмятежный. И как перед писей, все рухнет в трусишки. Нужно вытрясать и стирать эту какашечку маленькую, которая уже воняет и потряхивает. И какая она превращается львицей-тигрицей-императрицей. А ты что, со мной не зайдешь? А что ты из себя представляешь? Тебя шатают на улице за бабки, родная. Угомонись там. Нет, я женщина. А значит, я себя не на помойке нашла. И еще раз наберите. У вас мистер Стоке ищет. Скажите, у меня важный телефонный разговор. Вот понимаете? Как он в своей голове уже эту богину на пьедестал возьмет? Как он уже к ней относится? Какая она главная ценность, главная добродетель? Самая высокая позиция в мире и в жизни. Величайшая позиция в мире и в жизни. Это адекватно вообще, скажите мне? Ты вообще вменяемый, мой уважаемый. Ты что делаешь со своей жизнью? Сам себе болты вкручивает в свои подковы бессознательного и думает, что это никак не печатается на его жизнь. Жопа будет в конце. Будет жопа. Она его бросит. По всем канонам. Ну, хэппи-энд, она его бросит, а потом он ее... Ну, короче, в реальной жизни ему жопа. В кино должен быть хэппи-энд. Ну, это ж хэппи-энд, это ж кино. Они все... Они расстанутся на время, потом все поймут. Nine months later. И все у нас прекрасно. Мы друг друга любим. Я просил мне снимать трубку. Проведение. Но, как игра, одобряю. Я слушаю. Она ждет вас в баре. Интригующая девушка, мисс Бивиан. Интригующая? Она ждет вас в баре. У меня для вас это. У меня для вас то. Это все очень приятно, понятно, интересно. Но опять, это же игра. И это правильно. Одобряю. Это правильная игра. Одобряю. Максимально. Вот это, чтобы построить отношения, в которых вы будете чувствовать себя комфортно, легко и хорошо, это четкие, правильные позиции. Как сразу писи преобразуется? Ну, просто посмотрите. Приодели, причесали, припомыли. Писи совершенно иная. Но она такой же эхалот, которая была. Себя, привычку выдавить нельзя. Ты всегда берешь себя с собой. Если поместить себя в другое англо, таким же и останешься. Человек, заложник того, что внутри себя содержит. И что бы он на себя не одел, как бы он себя не припорошил, как бы он высокопарно в отношении себя не относился, он заложник того, что внутри себя воспроизводит. Но сейчас, конечно, пыль в глаза полетит, искры в глаз полетят, пенис привстанет, кровь ударит в член, наполнит его пористую систему. И он подумает, а не присунуть ли мне этой даме, в который раз, потому что вся наша жизнь пропитана инстинктам выживания, доминации и размножения. Я Джим Морс. А этот сорванец, он мой внучок Дэвид. Ну, не знаю насчет сорванца, но что его внук точно. Вот, это как бы правильное состояние позиции. Четко, видно, что ребенок уже вырос, видно, что есть внутри себя потребность чувствовать, что со мной все в порядке, чувствовать, что я правильный, чувствовать, что я знаю, как со мной должно быть. И он как бы так навязчиво, дедушке показывает, дедуля, не неси хуйню. Видите, как сразу пристали все, тоже эта интеллигенция, высокопарные речи, культура. Каким, блядь, образом? Зачем это делать? Чем это продиктовано? Чем это пролоббировано? В каком формате это проявляется? И зачем это не делать? Ни одного личного обоснования к этому не будет. Это как бы дань уважения. Каким образом? Посмотрите сериал «Викинги». Вот это отношение к женщинам. По мне. Никого не поднуждаю, никого не осуждаю, в скопах принуждаю и осуждаю. А где салат? А, салат подадут в конце. Я других вилок не знаю. Не знаю, как вы, милая, но я в этих приборах всегда путаюсь. Вот, вот я про это и говорю. Я про это и говорю. Я про это и говорю. Высокий ранг это выбрать то, как ты хочешь, блядь, не то, как должно быть для кого-то в каком-то помещении амплуа. Нравится есть руками, кушай на здоровье. Ты для этого становился сильнее. Я не становлюсь сильнее, чтобы соответствовать каким-то стандартам окружающих. Одеваться, как им нужно, есть, как им нужно, прочее, прочее, прочее. Я про это. Низкоранговое, высокоранговое очень рядом. Оно очень... Полярности всегда очень рядом. Они на периферии пересекаются. Маргинал ведет себя, как хочет, и высокоранговый ведет себя, как хочет. Только там был путь, а здесь он думает, что он на это претендует, и этому соответствует. Но как раз таки в этом и сила. Пройти путь, чтобы там, где ты хочешь проявлять себя, как тебе нравится, а не создавать какую-то фальшивую претензионную позицию, еще которой ты не хочешь соответствовать. Зачем она нужна? Это абсолютная глупость. И сейчас дедушка понимает, что преклонный возраст, жизнь заканчивается. Зачем заниматься дегенерацией? Адекватными вещами необходимо заниматься. Это построением своей реальности, построением своей жизни. Потому что и так уже, как бы, скоро умирают. Какие вилки еще есть? Я и так богат. Я просто хочу возглавлять мои вещи. Скользкие твари. Оговоряю. Видите, еще раз. То, что говорят люди, абсолютная пустота. Оно вообще бессвязно. Тем более, если противника говорят плохо, скорее всего, он ультра-замечательный человек. По всем рефералам, по всем позициям. Есть такая песня «Машины времени» Макаевича. Не знал ни друзей, ни врагов. И был очень прост. Если человек за жизнь не испытывал состояние вражды и состояние настоящей дружбы, он пустот. Он не знает. Он не чувствует жизнь. Он не проживал ее. Он не знает, что это такое. Потому что он не ошибался. Иметь в настоящего врага антагониста. Это же благо. Это же благо для тебя. Это же рост тебя как человека, как личности. Берегись, Льюис. Я разорву тебя. Жду с нетерпением. Видите, когда человек переходит в позицию конфронтации, наступления и декларирует то, что не делает по факту, это пустышка и глупость. Действительно адекватная единственная реакция. Да, окей, пожалуйста. Были ситуации в жизни разные, всяческие. И я вот, у меня была ситуация, звоню своему, одному из уважаемых моих людей, говорю, па-па-па-па-пам, как поступить мне? Он говорит, Андрей, знаешь, в то время, когда решались вопросы, мы приезжали, открывали багажник, укладывали человечка в багажник и вывозили его, я говорю. То есть, это все профанация, фальшивка и дурь. Он говорит, да, никто не решает так вопросы, никто не угрожает, люди действуют. Поэтому любые угрозы это профанация и фальш. Человек действует, он никогда не говорит наперед. Сказать наперед, это позабавить Бога. Успокойтесь. Совершенно неважно, нравится он мне или нет. Я не позволю себе смешивать эмоции и бизнес. Кит говорит мне, с клиентом эмоции выключай. Я не целую губы, слишком интимно. Я безучастно, не увлекаюсь. Понимаете, проститутка сравнивает бизнес с миллиардным оборотом с продажей тела. Да, можно всему учиться, та-та-та-та-там, но, алло, ребята, это как бы игра на других оборотах, другие истории, другое отношение. А здесь ты потрахалась, подружка. Ты здесь просто потрахалась. Ты здесь просто потрахалась. Ты какой имеешь право сравнивать эти позиции вообще? Одумайся, вернись, спустись на землю. Слишком высоко взлетело. Нет, не хочу, не буду. Ты и я очень похожи, Вильям. Трахаем всех ради бабок. Хорошее выражение. Только он это говорит не потому, что так считает, а потому, что это сближает фразы. И он сейчас как бы хочет показать, какая жизнь для них одинаковая, как они друг друга чувствуют, понимают в этом пространстве, как им приятно и комфортно. Ну, как бы, до свидания. Жаль твоего отца. Грустишь о нем? Я не общался с ним 14 с половиной лет. Грандиозность, жесткие стандарты. Это дурка, это ужасные вещи. Общайтесь с родителями, общайтесь с родителями, общайтесь с родителями. Если вы с ними в ссоре, сука, сейчас позвони, на паузу нажали и позвонили, блядь, сказали. Хватит заниматься говном, давай помиримся. У меня идея. Давай смотреть старое кино всю ночь, как овощи перед ящиком. Только утром, блядь, тебе нужно будет работать, а я буду спать до вечера. Вот понимаете, бля, позиция в инфантильности, позиция безответственности. Какая это дурка, какая это дурка, какая это дурка, милая моя. Ну, какой ящик, какие овощи. Ты будешь овощем, потом спать и отдыхать, когда я буду обслуживать твои интересы. А мне нужно будет работать. Конечно, тебе это выгодно. А обо мне ты подумала? Нет, я думаю о своих шкурных интересах. Господа, не оставите нас одних. Люди всегда делают то, что ты видишь им. Сейчас я тебя трахну и узнаешь. Поведение высокорангого солнца. Но видите, как он ведет себя с женщинами. Неадекватно. Второй раз они потрахались. Второй раз. Уже формируется привязанность. Уже формируется привязанность. У него связи нарушены. Она телает постоянно. У него формируется окситоцин серотонинус. Окситоцин серотонинус. Ночь, вечер, слышь перемен. Тебя уносит. Я хотел улететь до весной под тобой. Темной осенней листвой. Позови меня с собой. Ну вот смотрите, блядь. Еще вчера она сосала болт на улице. За бабосик. А сегодня она отворачивает свой ротик от поцелуя миллионера. Знатоки, внимание, вопрос. Кто здесь хуел? Ну, женщина, вернитесь на землю. Милая моя, вернитесь на землю. Милая моя, вернись на землю. Ты что себе возомнила? Ты кто такая вообще? Ты о родине подумай. Кто потом мужчинам давать будет, если ты влюбляешься в миллионера? Ну, вообще этот Ричард Гир или как он там, это показательный кукол-дятинка, походу. Просто all-inclusive. All-inclusive. Проснись, пора в магазин. Если не захотят принимать карточку, позвонят в отель, ясно? Ну, просто абсолютная бездарность. Валяется, спит. То есть, что она дает? Просто свое тело. Какая ценность у такого мужчины? Я вам сейчас покажу. Просто бублик. Дырка. Для него вареник является основополагающей ценностью. Ультимативной. Беспрецедентной. Главное, чтобы было пися. Наличка, карта, пожалуйста. Мне абсолютно насрать какая ты? Кто ты? Вот тебе деньги, я буду твой вареник обслуживать и одевать его самым прекрасным, самым лучшим образом. Все остальное меня вообще не интересует. Почему? Да потому что настолько сильно я в себе не уверен, что моя кукол-дятинка учула запах писечки и начинает сразу ее унюхивать и эту вибрацию пропускать через себя, создавать внутри себя аккумулирующий заряд потребности, обслуживать вот это примитивное, вот это вот низменное желание угождать женщине и думать, что я мужчина. В этом мой весь эпос. Конечно, когда я трахаю у других мужчин, я плохой. Но когда я угождаю женщин, и все. У меня здесь экзистенциальный кризис, глубокое разочарование, и вся моя жизнь оборачивается вокруг тебя. А еще покупать? Странно, что ты купила лишь одно платье. Это оказалось не так уж весело. Видите, еще раз, еще покупать. И вот это такая вот жертвенность, такая вот неприкрытая, такая вот, я немножко какая-то неправильная. Мне как будто нельзя, как будто, ну, тебе же дают. Это оказалось неприятно. Как называется это своим языком? Я мета-сообщаю, что ко мне так можно относиться. Ко мне отнеслись именно как отнеслись. Я не смогла за себя постоять, хотя я очень крутая, я очень прекрасно себя чувствую рядом с другими людьми, я умею себя так преподнести, что вам всем не покажется. Но как только мне затыкают рот, моя сразу самооценка сыплется в трусишки маленькие, и я ничего не могу из себя представить, кроме как делать вид, что я таковой являюсь. Почему? Они унижали меня. Унижали? Понимаете, для кукол, да, это сразу вызов. Для кукол, да, сразу же это что, Эль? Мою! Бля, еще раз, что значит унижали? Ты мне-то сообщала, что так к тебе можно относиться. Ты сама так оделась, сама себя так вела, сама не объяснила, сама не преподнесла себя. Ты заложница своего образа, внешнего вида, образа мысли, образа проявления себя, а потом сидит и говорит, они меня унижали. Может, как бы ты об этом заявляешь, и ты об этом говоришь. А если бы тебе казалось, что в отношении тебя несоизмеримо относятся, нужно было сказать, уважаемые продавщицы, я считаю, вы относитесь ко мне неадекватно, поэтому, поэтому и поэтому. Потому что у меня есть финансы и возможности. Да, я выгляжу сейчас неприемлемо, не для вашего класса, не для вашего уровня магазина, но вас не должно это ебать, поэтому заткнулись в кое-рот и показывайте мне платье. Либо сказать в другом формате, более приветливым и дружелюбным. Как вам будет нравиться? Вопрос лишь в одном, что вы сообщаете, что вы транслируете, и вы имеете полное право вести себя так, как вы считаете нужным. Просто у всего есть причина и следствие. У всего есть причина и следствие. И она в эту причину и следствие закладывает. Я жертва, а не агрессор. Ты мой спаситель. Без конца и без края, бесконечный треугольник нашего Ричард Гира, что он делает? Он его заманивает. Он увеличивает масштаб, он раскручивает этот треугольник до уровня Бермуды. Какие Бермуды! Такие треугольники! Вот что происходит. И, конечно же, у него это вызывает желание сигануть своей ментальной шпагой и показать «Моя пися, я за нее порву». Все на меня смотрят. Не на тебя, а на меня. Все на меня смотрят. Не на тебя, а на меня. Потому что это я хожу по престижному району, по престижному бульвару с шлюхой, и это всем понятно. Но как бы мне пофиг, потому что я тоже маленький гиперкомпенсатор Акаш-Алум. Это же и есть прямая корреляция. Люди недоумевают. Ну, чувак, ну ты же по статусу, видно, что ты совершенно в другой позиции. Видно, кого ты для себя взял. Видно, что это абсолютно проигрышный вариант, что ничего у тебя с этого не выйдет. Они как бы ему сообщают, так как это очень странно, выйти на улицу голым, и думать, что люди к тебе будут относиться адекватно. Потому что это социальная агрессия, тем более, если мужчина выйдет. И все на тебя смотрят, идешь и говоришь, как странно, что на меня все смотрят. То же самое, мне странно было ходить в Азии с бородой, когда у них борода не растет. Нет, я четко отдавал отчетность, что если я выгляжу абсолютно выбивающимся из колеи, конечно, будут на меня обращать внимание. Вот, понимаете, не дергайся. Что такое не дергайся? Это значит подавляй то, кем ты являешься. Подавление! Это прямой путь к напряжению. Напряжение! Прямой путь к разрушению. Разрушение! Укрепление в собственной вере, что я кусок незначимого дерьмица, легкого, на блюдечке, на дерьма. Выплюнь жвачку. Ну и, конечно, она как просто бескультурная шаболда выплевывает, где стоит, потому что ее не интересует. Как человек относится к тому, что его окружает, только он относится к одежде, к телу, к своей жизни, к другим людям? Точно так же. Вот и все. Это не многокомпонентная тяжелая структура и система. Это очень примитивная, состоящая из 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 равно 32 женщины, которую очень легко понять. Но из-за того, что это кино, из-за того, что это у нас куколдистан Ричард Гир, у него это вызывает какой-то омут невероятного, замысловатого, неизученного субстанции, некого священного грали, некого руно, некое скамень клана учих, где сокрыто силам на миге Шарингана, где сокрыто тайное знание, где в атаке титанов, в подземелье, где Эрн Егер должен был найти ответ, почему его отец был таковым. Эрн Егер, это просто шлюха, которым не умеет себя вести. Поверить не могу. Поверить не могу, и у него это вызывает смен, у него это вызывает желание, у него это вызывает игру, поверить не могу. Я знаю, что ты меня любишь, черт возьми. Ну, конечно, это будет влюблять в себя, неадекватность. Понимаете? Просто понимаете, блядь, еще раз, вы просто подумайте, стоит какой-то пес, блядь, техническая женщина, манерное поведение, пролактиновое состояние. Какой мужчина? Чем он восхищается? Тем, что чувак в шлюху вкладывает примерно 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. По какому праву он это делает? Потому что может себе позволить. Ну, так потом он же будет страдать из-за того, что так относится к этой женщине. Какой мужчина? Что здесь выставляется ценностью? Теперь понятно, почему у женщин такое состояние кукушинное? Почему они так считают, что к ним должны так относиться? Вы понимаете? Заказ? Какой заказ по дегорадиации, деморализации общественности? Как нужно относиться к женщинам, чтобы женщина тебя не уважала? Вот так вот. Какой мужчина? Просто он хотел бы, чтобы этот мужчина ему присунул в его панус, в его проход и помастил ему простатую изнутри своим членом. Вот что он хочет в этом мужчине. А этот? Мне похуй, я решу все твои вопросы. Это так не работает, уважаемые. Женщина уйдет, убежит просто, поюзает тебя и скажет, родной, я поехала дальше, мне теперь ты не интересен, ты меня отюзал. Он держит не потому, что он классный, крутой, а потому, что то сделал, то сделал, то сделал, там погладил, там пощупал, там сделал, там сделал, там сделал, там сделал. И сам невротик глубокий, не спит, не может себе этого позвать, ну просто не отдыхает. Человек в глубоком невротизме не может отдыхать, потому что постоянное ощущение невроза, постоянное ощущение дискомфорта. Просто постоянное, без конца, без края, безропотно и без поворот настроение вы довольны надеюсь нас надо облизывать получше ясно феноменальная дурка феноменальная дурка настолько сильно нет уважения к себе что ты знаешь что тебе относятся никак ты интересен просто как денежный мешок тебе не нравится как тебе говорят чувак гамни ты ему говоришь делаю лучше он делает еще лучше а какое при этом у тебя ощущение к себе какое у при этом ощущение к себе да это адекватно с точки зрения того что он может себе позволить так общаться этим человеком но ты-то знаешь что это внутри себя содержит он это делает для того чтобы поднять самооценку этой милы куницы нет простите я заходила сюда вы прогнали меня понимаете и вот-вот-вот посмотрите то что на нее одели одежду то что на нее одели новую прическу то что ей позволили почувствовать себя по-другому не выдавливает не исправляет не изолирует ее от внутреннего самое ощущение никчемности и желание доказать что я достойна потому что она сейчас является антагонистом своего явления тот кто по умолчанию считает себя таковым не будет заниматься подобной историей потому что незачем это делать он внутри себя структурно это содержит по умолчанию его главные ценности добродетели вера что с ним все по умолчанию так ему не надо доказывать когда он это не считает про себя он в это не верит он думает вот я плохой вот и ужасный человек что со мной не так почему я так в отношении себя поступает что я с собой делаю почему я себя так разрушаю зачем отношении себя так веду его каждое действие каждый его шаг продиктован пролоббирован именно этими действиями этим именно этими последствиями и она создает такую потребность чтобы потом иметь гиперкомпенсировать себя если бы она не хотела это чувство в жизни своей отыгрывать она заходила в этой одежде в этот магазин она бы сразу пошла и сказала милый я чувствую себя никчемной и ужасной дай мне бабок я закажу себе одежду на там либо пошли со мной чтобы ты сразу за меня заплатил потому что не чувствую этой потребности она пошла одна чтобы потом иметь возможность поездить по ушам этим дамам почувствовать свою значимость ничем она от них не отличается эти вот лица и такое мета сообщение она преобразовалась она абсолютно новый бутончик она показала всему миру какая она изысканная прекрасная аккуратная пищечная каина высокодуховная какая она воодушевленная блять просто одели малую просто причесали и одели ничего не поменялось но как он на нее сейчас смотрит как будто это абсолютный граиль священный это алмаз это изумруд это зефирка в стоге шоколада маленькая белая приятно она такая же но транслируется мета сообщение переоденься и ты будешь другим человеком во всю одежду ты запихиваешь себя вместе с собой никаким образом ни в каком формате это не поменяется милые мои ну важно это понимать важно это понимать работать с внутренним они с внешним внешнее это только лишь первичный контакт который никаким образом не коррелирует с внутренним потому что не она это заслужила не на это в своей жизни воспроизвела а просто ее пися и умение манипулировать она не смогла к этому прийти самостоятельно ебать а как легко отстегивать бабки которые тебе вообще не принадлежат спасибо я такая благородная такая воодушевленная такая щедрая только я и палец о палец не ударила только моя вагулечка маленькая постучала в ладошки и такая ой я расслабилась я раскрылась я показал но что последнее время с тобой происходит ты дашь морсу шанс улизнуть не чувак у него п за езда затмила разум он более он болен сейчас он сейчас абсолютно отрешен от реальности он абсолютно лишь он способности смыслить думать рационально рассуждать и быть в реальном мире он находится в контузии эмоциональной которая ампутирует у него возможность быть в рассудке быть во внимании и сколько не будет находить выгодные решения в своей жизни он сейчас обслуживает свои примитивные интересы половой функции присунуть пищу присунуть пищу и лишает себя возможности развиваться дальше лоббировать себя дальше заявляйте себе сейчас главный его интерес найти ценность женщине которая еще вчера заглатывала чужой член хуй без соли долетала долетала и долетела а он сейчас говорит я буду ставить под сомнение корпорацию свою годовую работу в моих коллег моих сотрудников потому что а диалог на балконе поменял мое представление реальности я подумал то что у этих людей тоже семьи есть тоже есть ответственность тоже есть адекватное поведение нет зачем меня это не интересует меня интересует только половая функция моя присунуть писем главная ценность вот ее главная ценность вот ее главная ценность и это воспевается выпасть и это является самым желанным самым приятным самым правильным заказать еду раздеться и положить на газа на а теперь вы мне скажите как мы можем говорить про равноправие полов одинаковое господи представьте чтобы мужчина так женщина работает сутки приходит работы мужчины за каждую киду одевает галстук ложится раздвигает ноги и член свисает и говорит как дела милые моя мать преподавала музыку вышла за отца его семья была очень богатой скоро вон ушел к другой бросил мама забрал все деньги но собственно говоря и все стало понятно и все стало предельно ясно наш ричард гир обижен на мужчин наш ричард гир обижен на мужское наш ричард гир отрицает внутри себя он является рабом женщин он хочет мстить мужчин он хочет разрушать их жизни ему нравится ставить их на место когда женщину превозносит на пьедестал по факту существования женщины ничего общего не имея с релевантным ощущением этой женщины то есть если реальная женщина любящая целостная которая была верна которая сидела за собой которая выбирала себя которая была в каком-то хорошем смысле целомудренно и ты к ней так относишься окей но извините меня что происходит здесь чувак травмирован невероятно глубоко тем что папа ушел но откуда ты знаешь как твой отец относился к твоей маме но откуда ты это знаешь почему ты думаешь что мама адекватно себя вела каким образом ты так однобоко воспринимаешь реальность почему ты считаешь что только так может быть но это же никому не интересно об этом же никто не думает это же никому не интересно это зачем даже думать надо лучше взять на весь клише на своих родителей а то что у них свои травмы внутренний мир прочее кому это нужно зачем мы что думать будем но нам надо я был очень зол на него отдал 10 тысяч психотерапевтом чтобы сказать я очень зол на него мама умерла и он видит смерти естественно мамы папу потому что мама не смогла за себя постоять мама сама не пошла психотерапию мама сама не выбирала себя мама сама была жертвой классической мама сама внушала чувство вины малому мама сама внушала чувство стыда малому и выросла женского раба который потом является вот таким вот мстителем готова пустить свою жизнь женщину легкого поведения которое будет потом ее разрушать потому что постепенно начинает капля по капля выдавливать из него мужское и он начинает и думает что я сейчас должен помстить отдал 10 тысяч долларов психотерапевта чтобы сказать что я его не люблю вслух лучше бы эти психотерапевты научили тебя адекватно общаться с женщинами и вылечили это внутри у тебя эту потребность доказывать женщине что ты хороший вылечили внутри тебя потребность об женщину лечить себя потому что по умолчанию внутри себя ты содержишь адекватное стержневое целостное нет я не о чем я какой-то кукол я какой-то пустой лучше я буду обслуживать твой вареник и лечить себя твой вареник потому что другого ощущения внутри у меня просто нету потому что я свою маму помню ей было плохо значит все значит женщин нужно в относительно пьедестал хотя вдумайтесь те женщины которые сколько-нибудь отказывали ему следили за собой и милицион изнутри себя абсолютно неинтересно модель которая рога ему ставит по факту того что она дама легкая напередок и потому что она манипулирует и принцесса и самое лучшее можно я тебя поцелую моя прекрасная женщина конечно целуй хорошо получается повторю я очень зол на него привет перед вами мистер я очень зол на отца как интересно получается что человек самом-то деле смог найти виноватого не произошло изменили не произошло принятие не произошла терапия не произошло то самое зачем человек приходит терапию это отпускание эмоционального состояния и настоящая большая свобода большая свобода от того что человек себя заставляет наделяет мир каким-то отличием нас же мир безлик его отец он безлик его мама она безлика все события на безлика ты имеешь силу внутри себя посмотреть на это понять что тобой это не владеет либо ты навязываешь свою правду и определяешь то что будет правдой через силу потому что в мире который мы живем нету священного грали притейского судьи судьбоносного решения какого-то суда гамбургского верберского процесса который бы мог адекватно оценивать происходящее это абсолютно нереальные вещи и любой суд он не способен быть релевантным он лишь способен нести чисто формальную судебную власть в любом демократичном государстве дабы внушить человеку что ты не переживай случае чего мы восстановим но люди оплетают от реальности люди забывают что мы движимые лишь животным миром и животные абсолютно до мозга костей мы движимые примитивными программами пока человек не обсуждает не научится быть в рамках этого состояния но все его жизнь будет проистекать и происходить формате тотального хаоса тостальные разберихи и фронтации когда реальность начнет сгущаться на его небом все больше и больше больше и гуще и он будет понимать и чувствовать я какой-то не такой со мной что-то не так и сейчас он это высмеивает говорит психотерапии 10 тысяч долларов чтобы сказать нет но ты же спокойно об этом говоришь у тебя сейчас не подгорает пукан ты бы еще занялся вопросом почему ты считаешь что подруга которая вчера на обочине стояла сейчас ладить тебя дает тебе любовь теплоту и заботу она же не поменялась по щечку пальцев она же не приняла тебя есть мама власть на твои бабки на ту машину в которой ты ехал и сейчас она находится тебе откуда какие-то качества которые якобы ее привлекают на самом деле и привлекает возможность купаться в этой джакузи прочее 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 позиции в ее жизни поэтому высмеивать то что вы делали и строили над собой в своей жизни себе дороже и это только вам делает хуже только вам делает хуже а в целом любой близкий любой душевный диалог он сближает как не испарили как и борьба как и бокс когда с кем-то помахаешься отдашься потом болью кровью стонами ты соединяешься с человеком в единую станцию ты понимаешь что да мы близки мы близки поэтому вы сами формируете то что вас окружает только вы определяете в формате будет ваша жизнь через то чтобы не притягивать уж как бы я злилась за 10 тысяч через какую призму как как наша главная героиня через призму у него если мир без ли и олег приобретает форму знака и двух палочек из доллара потому что она даже не слышит он придает важность и цены что 10 тысяч долларов поэтому не получилось а она понимает что это главная ценность zeniu у нас в ответ есть какие-то свои какие то стоит какие то ли коло teu приступить и так ли точке Dreamask ему глаза которой служат выходным контролем Así называемую жизнь через водная контроль как в метро вы проходите жетон если вы поднесли свою личность этому сканеру рассчитала через какой-то мораль нравственность деньги и прочей-прочей позиции по галочке вы подошли проходите мы вам рады, спасибо, проезжайте в моем метро, мы будем с вами дружить, если нет до свидания человек изолируется, уходит и отступает, и его ценность он в ней человека как бы увидел он как бы увидел в ней что-то он как бы там маму увидел, которой тяжело жить, которая не имела денег которую предавал отец, а она в ней видит просто бабки, она в ней видит мешок для денег, и четко им манипулирует четко встраивает его, но для обывателя, для обычного человека, который для женщин в 90-х годах эта картина могла нести такой сакральный смысл того, что настоящий мужчина берет ответственность, настоящий мужчина преломняет и искажает пространство ради своей возлюбленной, потому что ничто не является препятствием на пути к желанию оплатить за тебя, моя милая, любую твою битву. Мы все понимаем, что это продажная история, это иллюзорные иллюзорные отношения, которые держатся только лишь на бутафории, там ничего целостного, ценностного целостного внутри нету, потому что оно рассыпется, склеивает только две эти конструкции, два этих объекта прослойка в лице я спасаю маму, а я хочу бабок и мы пока вот пересекаемся на этом вот месте, где это у нас более-менее ценности какие-то схожие есть, а потом все, до свидания забываемся. Мой отец был президентом третьей компании, что я разорил. Купил ее и продал все по частям. Мир безлик, но хочется сказать педас. Естественно, у меня идет как раз потому, что у меня с мимоцем были хорошие отношения, и мне хочется завернуть его в фольгу и поджечь его на костре позиции своей мысли. Но мы вернемся опять в пространство именно этой ситуации и посмотрим через позицию. Я настолько сильно обременен чувством обиды, чувством злости, чувством нежелания агрессировать его, экспансировать себя во внешний мир, что покажу отцу, что он был неправ. Но он забывает, что у всего есть взвешенная позиция со стороны, и он попытался занять третейскую позицию. Так как мы живем в мире, где жертва, где эскалация конфликта происходит, неважно, кто является актором этого конфликта, главное, кто больше пострадал. Кто больше пострадал, то автоматически у нас является более нуждающимся. И так как он наблюдал свою маму, которая постоянно претерпевала и, видимо, отыгрывала в своей жизни желание быть жертвой, желание паразитировать на юношеском, болезненном, ампутированном мужском в лице его сына, вкручивая и создавая в нем потребность угождать каждой женщине, которая будет сколько-нибудь отражать его маму, и полностью узурпировать, задушить, задавливать тех мужчин, которые, по его мнению, являются неправильными. И вот в таком, посмотрите, как он общается с мужчиной, в каком формате он всегда с ними ведет, как он облизывает банальный проход, как август называется, этой гамме, думая, что это искреннее чувство. Но она, нет-нет-и-да, между делом, между строк, языком по всей своей сюжетной линии прокладывает одну главную мысль. Деньги, 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 money, 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 cash. Что сказал врач? Я вылечился. Что ж, значит, вы квиты? Теперь ты счастлив? Ну, конечно, он не счастлив. Видите, как она приземлена на мысли, как она глупа, как она видна, в каких она конструкциях и бывает. Насколько ее представление об этой реальности упирает под позицию причинно-наследственной связи, но очень примитивно. Конечно, счастье не наступит. Я не знаю ни одного человека, который, отомстя, почувствовал невероятной глубокой силы радости и усладу, тем более близкому человеку и тем более имея какую-то выживую мораль. А люди все-таки воспитываются в морали, где все-таки есть какая-то честность, какая-то сила, какая-то ответственность, желание что-то в жизни сделать хорошее, потому что мы по-настоящему чувствуем это соединение с Богом, соединение с общим коллективным бессознательным, когда мы являемся для них полезным, когда мы несем позидательное благо и мы понимаем, что общество к нам позитивно настроено. И мы, транслируя и изучая позитивный фрейм, позитивное состояние, наполняем тех людей, потерянных, искаженных, протаженных, каким кажется на первый взгляд. И это можно переложить на любой родительности, когда человек полностью дает себе отчет в том, что он делает, как он это делает. И главное, чтобы он ощущал некое миссионерство в своей деятельности, потому что оно будет тогда и вокруг его создавать таких людей, такие ситуации, где он сможет постоянно отыгрывать потребность быть полезным, ощущение быть полезным. Мы являемся всем следствием в нашей жизни, ясновополагающее, это причина, которая исходит из наших установок, из нашего бессознательного, которое питает нас, которое создает общее позитивное состояние вокруг. Если человек имеет такую силу, visão им, знал такую привычку, знал такую возможность как изменение своей внутренней организации, своего внутреннего бессознательного, и теперь убеждение, которое он достал, которое он предложил, который разложил, которое для него прозрачное, он словно мозаику пересобрал заново, только он теперь создал, он собрал воедино мозаику та, которая была травмирующая, которая его разрушала, которая ему не нравилась, которая не создавала общий вайп и его жизнь, нужный для него, он теперь пересобрал, она воссоединилась и теперь он может делать то, что ему нравится. Заменять те элементы, чтобы в конечном итоге вся структура и вся система стала многокомпонентно сложена в единый механизм, но работающая на благо его психики. Заметь, что моя нога имеет длину 112 см. Домножь на 2 и это лечебное чудо-средство обнимает тебя за смешную плату в 3000 долларов. Ну, технически если здесь не было того, что она выдаёт проституткой, если не было денежным мегавалентом, это очень интересная позиция, это очень правильная позиция женщины, это очень игривое состояние, это очень корректное состояние, это очень благоприятная раскачка по эмоциям, которая несёт от собой действительно созидательное и наполненное состояние. Но так как она понимает, что она здесь, в данном этапе лишь обслуживает его потребности, его интересы, он сам говорил, ничего, представьте, два дня назад он говорил, нет, я ничего больше, только бизнес. Но как теперь он сам, чуть-чуть притворяясь, начинает в свою жизнь притягивать это? И так, такая очередь ждёт каждого человека, который чуть-чуть притворяясь, потом начинает в своей жизни отрабатывать и отыгрывать тот сценарий, который он вначале не верил, который, как ему казалось, он сдерживает, регулирует и может вовремя его остановить, но проходит время и он становится тем, во что играл и чем притворялся. И прошу заметить, смотрите, какое я сегодня умиротворённый, спокойный, стабильное, да, фоновое состояние, да, какое. Потому что мы сегодня подрались, сегодня поебашились, жёстко на спаринге. Наключали друг друга по кабинке, поборолись очень мощно. Всем, кому тяжело в жизни, мужчинам, все, кто не хватает от кабинок, те, кто потерял волю в жизни. Идите на спаринге. Пускай вам наздучат в кабине. Вы при исполнении жизни получите возможность верцать жизнь в другом облоре. Спокойным, размеренным, эмоционально лёгком. Пускай. А вдруг кто-то узнает меня? Нет, вряд ли. Они не ездят на Голливудской бульваре. Вот представьте, вот просто представьте, представьте, как сильно три дня прошло, как сильно человек уже боится потерять то лицо, которое ему не принадлежит. Милая моя, ты ещё вчера стоял на бульваре. Ты это прекрасно знаешь и помнишь. Уже сегодня ты почему-то решил его заменивать, что ты уже что-то теряешь, ты уже боишься быть собой. Но это же твой опыт, но это же твой бэкграунд, но это же то, что в тебе было. Только ты одна это знамение поднимаешь, только ты одна это знамение несёшь. И ты это транслируешь, и ты это получаешь. Если твой мужчина как бы согласен на то, что его женщина находится в таком положении социальном, некий статус шлюхи, который спал за деньги, его это устраивает. Он считает, что он как мужчина в этом не теряет. Его мужское при этом остаётся целостно. В скобках, конечно, для меня это мир заграничный, трансграничный, транссиденциальный, абсолютно далёкий. Как Финк Флойд. Финк Флойд, знаете, у них альбом был, когда через призму белый цвет искажался и получалась радуга. Вот примерно то же самое искажение прикрепивает взгляд на открытое понимание таких процессов и вещей. Хотя я видел женщину в Робин Гуд Бьюке, шлюха-экспортница, говорит, у меня есть мужчина постоянно, который меня любит, ценит. И она реально транслирует ценность, что это реально настоящий мужчина, это реально крутой мужик. Почему-то люди забывают, что мужское это в первую очередь про сражение, про отвагу, про силу, про реально здоровое тело, про обычае здоровье. Вот где мужское. Ничего мужского нету в том, чтобы платить деньги женщине, обслуживать её котелки, забирать её дома, приводить её, дарить ей цветы и обслуживать её примитивные вещи. И ничего мужского в этом нету. Когда женщины решили, что это мужское, почему этот куколдивный, программный, тушильный какой-то загон, который начал чему-то транслировать одну ценность, что мужчина должен, куколкотец Марк Бартон, Маркс Бартон, транслирует ценности, просто мужчина не имеет права заниматься сексом, когда не может обеспечить женщину, должен себя обеспечить. Почему мы меряем мужчину такими-то низменными вещами? Почему, когда 30 портанцев во главе с Леонидом выходили на поле боя и сражения против Персов, против Серкса, против ущелья, когда они стояли в ущелье лицом к лицу, когда они боролись, дрались, никто не мог сказать им в инстаграме «Алло, милый, милый, мои владения, к нему ещё он стоит здесь». Они в войне, они в жилах тепла, кровь, понимаете, сфинкса, феникса, дракона. Они были пропитаны этим состоянием, это их было ремесло. Вот откуда наше мужское берётся. Смотришь сериал «Викинги» и чувствуешь эту силу, чувствуешь эту кровь, чувствуешь. Вот мужское, вот в чём оно проявляется, вот где находится. Когда мы начали разменивать свою жизнь и мы своё мужское терять, разменивая на примитивные вещи, обслуживанные чьи-то интересы. Но каким образом мужчина не определяет тем, как он обслуживает жизнь в отделке женщин. Так же и женщина. Повальная проблема женщин. Я не целостно без мужчин, у меня страдаю, я неправильно ряду. Блядь, да всё с тобой так. Та поработай с собой, та прокачай себя, да убери попушку со своей головы эту капушинную историю, веди себя нормально, говори приятно. Мужчина быстро играется вокруг тебя, не претензионная, бахальная. Бей, беги, гром ведёт себя, как мы с вами говорили. Идёт, одевать, кричит, громко разговаривает. Понятно, что это эгрегоры, понятно, что это культура. Возвращаясь к нашей главной героине, Джоэль Робертс, милая моя, ты – проститутка. То, что тебе дали на три дня поиграть в золушку, не определяет себя, как другим человеком, не определяет это тебя. Ты, естественно, сама выбираешь, как к тебе относиться к себе. Но здесь-то психотерапия ей нужна прожить этот опыт, поменять его, трансформировать, перейти на созидательное, конструктивное, создающее, воодушевляющее, наполненное, трансцендентное, крылатое что-то, воздушное, приятное, где ты сможешь создавать, где ты сможешь быть полезной для других людей, где сможешь быть эмоционально чувственной, открытой, ознакомиться со своим состоянием ещё глубже. А у тебя есть все предпосылки. Вот ты решила себя разменивать же именно таким образом. Именно в таком формате решила себя вести. Ну так в соответствии тому, что ты есть, ты же этим и являешься на данном этапе. Ну всё, идём, идём. Хватит. Ты сейчас настоящий лёдик. Правильно сказал, ты сейчас настоящий лёдик. Снись с себя одеждой, вернись в тот мир, где ты находилась и была, и ты будешь наконец-то то, чем ты являешься внутри себя задерживаешь. Понимаете, человек всегда внутренние позитивные изменения, оборота внутренних изменений, раскрывает, переводит на доступный язык для общества. Мы тонкая, структурированный кристалл, сетка. Мы химический элемент, содержащий в себе всю периодическую систему таблицы Менделеева. И мы показываем где-то водород, где-то серебро, где-то золото, где-то Эйнштейн. Эти элементы чередуют. Чтобы понять, что человек был глубоко, естественно, он должен раскрыться. Она раскрывается настолько, насколько может. И она сама к себе относится погано. Она сама считает себя такомой. И она здесь отлично отведет, отлично играет. Но это ее ответственность. Он сейчас опять играет спасителя. Он такой, вы знаете, дедушка Мороз, который приехал к своей Снегурочке, к своей доченьке, на самом деле спасает свою маму и дает ей возможность чувствовать себя целостной, какой-то интересной, прекрасной, нужной самой себе. У нас девушка месяц. Она просто брюзга. Наш эдвардзавидный жених и на него все охотятся. Я на него не охочусь, я только сплю с ним. Невероятный манипулятор. Минуты назад, о боже, меня узнают, что я сплю за деньги, потому что я интересен мужчине другому только как товар, просто как товар. Ну как, купил пачку молока, выпил, выкинул, в целом, держал. Я же не буду пачку молока говорить. Ты меня не ценишь. Ты почему пьешь веганское молоко? А ты что, хочешь, чтобы я еще, может, кефиром стала для тебя? Я, во-первых, молоко 3-2% жирности. Нет. Мы прекрасно понимаем, что такого не может быть. И ты себя продаешь, как товар. И к тебе такое отношение, но он начинает к тебе относиться чуть получше, чем к обычному молоку. И ты уже такая расцвела и думаешь, я теперь другая, теперь я несу совершенно иные знамения. Я теперь поднимаю пики правды, несу их в массы. Рассказываю и наполняю. Что интересно, как у нас это получается. Но сейчас, зная и понимая, что Фрейн идет со стороны всего окружения этого светского бомонта, Раута, звезд, каких-то людей высокого чина, больших денег, что он забидный, к нему тянутся, его хотят, и она понимает. Сейчас я покажу, что эмоционально чувственно мне на него насрать, мы только с ним спим. Я как бы его использую юзер. Я у сестры Олсона этих пальчиков отвисла, и я не понимаю. Вот эта женщина, вот эта роковая женщина судьборосная, и опять бессознательно какой-нибудь домохозяйки, которая сейчас стоит, варит пельмени, ей не нравится ребенок, муж сидит, дрочит свою писью, потом вечером секса не будет, она будет читать какой-нибудь роман, а потом вспоминать это кино и думать. Вот нужно быть сукой, нужно быть стерлой, нужно вести себя так похабно, так кончено, и вкручивать балпы чувства за ним, создавать ему состояние того, что он идеален, и найду себе миллионера. Вот мы, я ничего не буду для этого делать, я просто буду, как эта героиня. Потому что, естественно, мы смотрим только то кино на те герои, которые мы хотим быть похожи, которые мы хотим являться. Так же, как и слушаем музыку, только ту, с которой себя это раздействует. Мы же, когда слушаем музыку, мы примерно представляем себя на сцене, поющему, нам созвучны тексты, нам созвучны битты, нам созвучны мелодии, нам созвучна волна, которая исходит из этого артиста. Артист всегда в музыку вносит частичку себя, и, естественно, уровень нашей ДНК, нашей молекулы воды, которая находится в нас, наша кровь, приобретает структуру, которую слышит, впитывает в себя. Поэтому будьте максимально бдительны, будьте максимально аккуратны, будьте максимально щепетильны, откровенно капризны, откровенно брезгливы к тому, что вы всю жизнь пускаете, кому вы позволяете рядом с собой дышать. Я искал слово 15 минут. Давайте назовем это брезгливость. Брезгливость. Брезгливость – это основополагающий объединение. Человек сенситивный, брезгливый человек, чувствительный, он всегда умен, потому что он легко возбуждает. У него чувствительность повышенная. Маленькая волна способна его колебать. А человека такого скупого, зажатого, консервативного, такого чопорного, топорного – это просто невозможно. Его ничего не трогает. Мы вообще на все насрать. Это такие очень обзеленые, очень туповатые люди. Очень рад, Филип Штаке. Это моя жена, Элизабет. Люблю знакомиться с новыми подругами Эдварда. Это такое зеленое, язвенное, халатное, пренебрежительное, безответственное, холодное, да, я уже говорил о состоянии, которое показывает, что ты видишь меня проходящее, следите на лицо Эдварда, такое наглупивающее, кричащее, говорящее, сейчас разобью тебе голову, а этот камень, который находится рядом, в моей руке. Как можно ответить на этот вопрос? Да, знаете, я примерно 53-я, но я хочу, чтобы я был заключительным в его списке. Очень надеюсь, что вы не окажетесь в моем амплуа, где-то знакомиться с новой подругой вашего мужа. Хорошего дня, до свидания, мне сегодня было приятно пообщаться. Ну, естественно, можно заметить что-нибудь хорошее, если вы знаете, мне неприятно слышать такое, хотя это может являться правдой, что вы меня приглавливаете к тому числу тех людей, которые вы знали до этого, те у людей не имеют ничего общего со мной, поэтому давайте вы будете задерживаться от такого подобного формата общения со мной. Я вас просто об этом прошу. А если человек повторяет, из раза в раз на этаже действия, в ней даже слова, естественно, ничего путного, ничего адекватного, ничего конгруентного для вас, потому что вы не готовы впускать в свою жизнь такого рода отношения, не должно быть, оно просто будет вас. делать вам плохо, делать вам больно, оно вам надо, скажите. Оно вам надо, оно вам надо, скажите. Оно вам надо, скажите. Так, в мере случайно? Боже ты. Где работает, чем занимается? В торговле. Да? Отлично. Видите, здесь у нас матерый Рексик, матерый его товарищ, которого, естественно, проблем нет, потому что есть четкое понимание как общаться с женщинами, четкое понимание, как с ним относиться. Абсолютно адекватные отношения, нету заоблачного, замыленного, нету потензионного, нету грандиозного, нету чего-то трансцендентного, чего-то заувалированного. Это обычное спокойное отношение, понятное, структурное, логичное, так как он понимает, что женщина внутри себя содержит, что женщина – это буря эмоций, женщина – это абсолютно необужденная субстанция, которая сама себя до конца не сознаёт и понимает, поэтому с ним нужно общаться только на языке лимического, только на языке эмоций, только на языке взаимодействия. С единицами только женщин, которые действительно могут быть осознанными, действительно могут удерживать свои позывы, свои порывы, свои эмоциональные инкульсы, учиться позволять им быть в экологичном формате, не маразитарном, не маразирующем, разрушающем для себя, для своей семьи, для своего мужчины. и он сейчас чувствует и понимает, что что-то здесь не так, чувствует и понимает, что должно быть по-другому, и начинает заботиться о их совместном бизнесе, ну, то есть, следствие за их деньги. Стукой, я думаю, не в девушку людей. Особенно, когда она с Дэвидом Морсом. Субтитры сделал увидит, и он такой пущеные брови, маленькие глаза, контролирующие, морщины такого, такого, как зрения у него есть, и он понимает, и видит, что наш главный герой ревностный, неуверенный в себе в отношении женщины, не понимающий, нахуеть злёвный, унизимый сильно, и он, человек на этом будет отыгрывать, на этом человек будет играть, зная, что на него это будет неприятно, и это легитимная возможность их поссорить, потому что, если бы, возможно, даже и она пообщалась с этим мужчиной, что является адекватным просто пообщаться с другим мужчиной, ты сам позвал её на ратусовку, сам понимает, Божий, ты сам не обозначил, что нет, тебе там нельзя, тебе там можно, в общем, да, те отношения, которые у вас понравились, и которые у вас должны быть для вас двоих выглядят легитимными. Ты это не проговорил, а сейчас ты обижаешься, и обижаешься через своего друга, и это является тотальным, абсолютно прекрасным способом, образом, а расстоять, потому что он высокодоминантного мужчину, который не потерпит такого отношения в себе, здесь он будет смотреть в воду, заболоченную, закуманенную, которая покрыта тиной, которая не даст ему возможность увидеть действительно прозрачность этих отношений, потому что дальше, лучше, дальше, радио. Откуда ты знаешь? А если она привибла к тебе, чтобы шпионить для Морса? Так бывает! Фил! 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 Ну ладно слушай, она не шпионка, она шлюха. У него вызывают такие удивления, он сейчас навешивает свои естественные искажения, свои страхи, свои взгляды, прочее, 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 прочее. И теперь, наконец-то, Дэвид называет вещи своими именами. И через обиду, потому что ему стало неприятно, что она уделяет другому мужчине внимание, сейчас он почувствовал себя уедимым, почувствовал себя прежним, потому что он не выстегивает 15 тысяч долларов, катает ее куда хочет, она в жакузе с ним сидит, находит с ним дома, проводит время. и она все равно уходит в другом мужчине. Но это его уже низкая самооценность естествия, это его уже глубокое разочарование в себе, глубокое непонимание того, что женщина может разговаривать и общаться с другими мужчинами, только лишь в том формате, в котором допустимо, в котором возможно. Но и опять же надо взвешивать и понимать, что женщина общается с тем мужчиной, который является своим прямым конкурентом, проводит с ним время, находит его интересным, с ним хикает, улыбается и заигрывает. Внимание, блять, вопрос. Каким образом, каким образом, какую женщину возле себя держать вообще нужно? с тем, мы оставим для того, чтобы об этом подумали и пустились в пространство более глубокой мысли, следуя за глубоким повествованием, насколько это может быть возможно совместно со мной. ты знаешь, ты единственный знакомый мне миллионер, который водится с уличной девкой. Напрасно тебе сказал. Вот, видите, происходит у нас осмысление это знание, что есть реактивное реагирование, есть наблюдающие, потому что он мог признаться и сказать, ты знаешь, я влюбился в уличную девку, я влюбился в женщину, которая занимается продажей своей вагины, но у меня к ней есть чувство, у меня к ней есть чувство любви, я начинаю быть зависим от нее, я прошу тебя относиться с уважением к моему выбору. Естественно, вдруг ему скажет, опомнись, дурак, опомнись, окстись, она шлюха и, скорее всего, она будет следовать своей традиции, следовать своему внутреннему, потому что для нее это является нормальным, потому что ее это не смущает, потому что это ее выбор эмоционально-нравственный, она в этом находится и ее это полностью устраивает. И вместо того, чтобы сказать об этом в претензии, в обиде, в злости, потому что он сейчас оскорбил ее, он сейчас показал, что она для него не имеет ценности, она сейчас для него несет чисто формальный номинальный характер и в каком-либо формате дальше взаимодействовать с ней. Он не находит для себя возможности в его жизни и поэтому, и поэтому, сейчас его друг считает это как призыв к обесцениванию и будет пользоваться по факту тем, что есть. Но обывательский мозг, обывательское восприятие могло в этом увидеть формат обиды, формат неуважения, формат чего-то ужасного, того, что как так маргинальный, нахальный, брутальный мужик берешь и женщине такое в лицо говоришь. Ну, давайте не забывать, кем она является. А касательно нашего Дэвида, ну, реактивное реагирование, надо научаться своими мыслями управлять, своими эмоциями управлять, это будет допускать такие конструкции в своей жизни. Да, здесь чудесно. Не то, что на Голливудском бульваре. Мне это рассказал. Не бойся, твой секрет умрет во мне. Слушай, может... Смотрите, как она меняется в лице. Но опять же, милая моя, ты такой являешься. По умолчанию, ты в себе это содержишь. Ты три дня назад этому соответствовала? Ты вообще каким образом себе возомнила, что это что-то ужасное? Что это что-то неправильное? Что это что-то парадоксально выпиющее неправильное? Сейчас в лице меняется и думает, я сейчас светская дама, я сейчас научилась раскладывать вилки, мне дали деньги, которые я не заработал. Меня влюбились, потому что у другого мужчины сыграла психотравма. И теперь, когда мне говорят, только я являюсь, меня это обижает. Но давайте возвращаться в реальный мир. Давайте возвращаться в реальный мир. Это фальшивка и это обман. Такого не бывает. Еще раз. Такого не бывает. Если она еще вчера торговала собой, а сегодня она решила, что она в священную игра и что-то ультра достойное, это такого не является. Это такого не является. Для нее это может быть таковым. Только окружающих тоже есть свой выбор насчет тех людей, которые их окружают и как к ним относиться. Потому что можно ли было оправдать действия Гитлера? Для кого-то очевидно да. А кто там жизни бы не смог сказать? Матери, те, которые погибли и подгорали в лагерях газовых, заживо, жизни бы не сказали. Вы знаете, я переосмыслил свою жизнь. Я понял, что это было негативно, скажет нас. Это не интересует. У тебя может быть абсолютно разное к себе отношение. Ты можешь впрутить в себе все грехи. Я естественно сейчас, ну правда, гиперболизирую, приводя пример Гитлера. Это не то, что там женщина является каким-то аппаратом по уничтожению людей. Я просто показываю, что помимо вашего отношения к себе, есть еще и отношения к окружающим. И чтобы этой даме действительно застроить новую жизнь, новый какой-то формат своей жизни выбрать, ей нужно завязать эту деятельность полностью, пройти психотерапию, уехать в совершенно другой город, где ее никто не знает, и там заново показывать свое новое отношение к себе через общение с другими людьми. И то, как я несу себя с другими, я получаю обратную позитивную связь от этих людей и я укрепляю в том, что со мной все так по умолчанию и я правильный. И это базовая конструкция. Потому что, когда вы начинаете путь изменения, я сейчас сказал, у кого-то может формироваться отношение, там шлюха, проститутка, экскорт, это какие-то последние ужасные люди, они тоже имеют право, им тоже можно. Вопросов вообще никаких в этом нет. Вопрос упирается только в одну позицию. Вопрос упирается и определяется только одним состоянием. Только лишь одним. И основополагающий элемент это, кто вас в это будет посвящать и погружать. Если вы были шлюхой и спали за деньги, не удивляйтесь, когда об этом узнают другие люди, они относятся вам как к шлюхе. Не надо об этом рассказывать. Все забудьте про это. Изоливайте, ампутируйте эту способность у себя. Какое у вас к этому отношение уже будет? Только настоящее изменение наступает, тогда вы оказываетесь сами собой наедине. Следующая стадия. Вы окружаете себя новым окружением, новыми людьми, который не будет напоминать вам про ваши старые связи в отношении самих себя. Это важная позиция к изменениям. Изменять пространство вокруг, чтобы укрепиться внутренним изменением. Не может человек измениться в прошлом гомеостазе, в прошлых условиях. Ну, не может. Чтобы перестать было малосольным огурчиком, нужно из банки-то вылезти. С тобой пообщаемся, когда этот уедет? Да, конечно. Почему нет? Ну, значит, договорились? Ну, вот. Видите, сейчас ей как бы больно, неприятно. Она в двух пор разочарована, родная моя. Ты занимаешься такой профессией. Это твоя прямая обязанность. И он к тебе сейчас относится, я считаю, еще и очень хорошо и уважительно. Называя вещи своими именами и ведя себя соизмеримо тому, кем ты являешься. Но обывателю может показаться, да как так? Она же такая глубокая, интересная. Вот вывелась в общество, вот у нее светский раунд, вот она преподносит себя, вот она себя несет. Нет, блять, она тем, кем она и является, тем она и ее является. И нельзя про это забывать. Нельзя про это забывать. Наше прошлое будет нас преследовать, пока мы не поняли к нему отношения, пока мы не определили себя, и пока мы эмоционально реагируем на это только тогда, только тогда, знаешь, что здесь нужно было сделать, ты знаешь, уважаемые, Я уважительно отношусь к своему выбору, я действительно классная путаю с женщиной, я раньше загладывала хуи вокруг все подряд, но тебе мои писечки не видать, потому что я не сплю теперь с мужчинами. Да, у меня был период жизни, когда я занималась этим, возможно я до конца дней станусь одной, но я теперь с этого момента выбираю вести себя по-другому, зарабатывать на жизнь другим трудом, другим отношением, и теперь это будет меня определять. Теперь живи с этим состоянием, что ты меня никогда не трахнешь, даже когда хотел и думал, что меня можно купить. Ну как, 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 как возможность, как позиция, как одна из. Как ты? Нормально. Нормально. Грязная дешевка, грязная шваль, грязная. Ну естественно это не так, поведение такое, поведение такое, вместо того, чтобы прямо через рот озвучить. Ты знаешь, я почувствовал себя так хорошо рядом с тобой, вот так было приятно ощущать себя, да, леди Милень, вот так было кайфово рядом с тобой находиться, а ты так обо мне безрассудно отозвался, таким неистовым продзающим кинжалом боли оставила шрам на моем сердце, что теперь я недоумеваю, как нам продолжать общение. Мне очень больно. Я чувствую предательство, я чувствую, как рушится моя вера во что-то хорошее, я чувствую, как разрушается наша любовь в отношении друг друга. Черт возьми, это так? Я тебя полюбила, Дэвид. Я хотел рядом с тобой ощущать себя данным. Я поверила тебе, а ты назвал меня шлюхой. Да, я таковой являюсь, но все же я же могла чувствовать себя под руку. Нет, все нормально. Блядь, научитесь разговаривать, я вас прошу, мои дорогие, научитесь разговаривать, это же базовые вещи. Но он, конечно, поколдятенька и олень не сможет нормально воспитать даму, не сможет нормально мне объяснить, как себя вести не стоит, и сейчас будет вести себя как типичный поц, который бегает за подругой, когда она охуярит ему чувство любви. Других слов не знаешь? Мерзавец, вот тебе другое. Нормально было лучше. Видите, хотя бы реакции у него взрослых, хотя бы у него реакции взрослых, потому что брови низкопосажены, и он как бы может себя сдерживать. Итак, отвечает, это нормальная ответ, пока поведение будет нюхово, неадекватным, потому что он будет прогибаться по тлени. Если ты ходишь и говоришь всем вокруг, что я шлюха, почему бы мне тогда не одеться как раньше, а? В моей тряпке, чтобы когда козлина какой-нибудь подвалит, я была готова. Вы думаете, насколько, блядь, она неадекватная? Насколько она неадекватная? Насколько она неадекватная? Как пушка, улетевшая в этот свет. Это твоя жизнь. Это твой вид. Ты его сама создала. Ты сама наполняешь то, что внутри себя содержишь, а внутреннее трансформируется во внешнее и умножится на действие, которое ты сам долежишь. Внимание! Вопрос. Каким образом ты подумала, что ты изменилась внутренне, когда человек, через которого твои изменения произошли, был причастен напрямую, а говорил, как это будет, в каком формате это будет, более того, для чего ты ему нужна, дал тебе сверку твоей суммы в иксах. Я что, тебе шлюха? Да, ты шлюха. Представляешь? И не забывай, пожалуйста, про это. А сейчас вот этот скандал, мацнолий нокаут, чувство экспансии, чувство обиды, вкручивать в него чувство для меня, чтобы он был в состоянии жертвы, в желании оправдываться, создавать постоянный орел обитания, где я плохой, как так можно, я твои чувства задел. Это кукол дятенька. All inclusive. Изолируйте себя от этого. Буяник кричит, родная моя, ты, наверное, забыла, где двери в моей комнате. Будь добра, пройди, пожалуй, по коридору и направо. И двери хлопать не надо, потому что будешь ее видеть. Счастливо! Ну, естественно, когда у человека нет структуры, позиции внутри себя, он начинает бегать, он начинает заискиваться, когда мы это в себя впитываем, чему мы можем адекватному научиться? Мы можем научиться только такой вот хуйне. Он думал, ты ас промышленного шпионажа и пристал. Ты мой сутенер? Думал взять и перебросить меня дружкам, но я не игрушка. Видите, еще раз, ты мой сутенер, я не игрушка. Еще раз, ты проститутка. Он озвучил свое желание, потому что ты красивая проститутка. Он поделился тем, что является реальным. Вы поймите, мужчины поговорили в должном, то есть они поговорили в реальном мире. Выходит женщина и кричит, я решила, что это не так. Но когда это не так является таковым, меня это очень сильно оскорбляет, как женщину. И поэтому сейчас, когда мой мир иллюзий лопнул, и оказался пузырь из металла, и осколки этого пузыря драконят мне мою душу, я сваливаю ответственность на вас и наделяю у вас чрезмерные позиции ответственности. Приятно? Очень приятно вести диалог. Да, я согласен, ты не игрушка. Вивиан, Вивиан. Все, пошли эмоции, пошла экспансия, пошло выражение. Сейчас она уже начинает чувствовать его кровь, сейчас она вцепится, словно цервер, словно вампир своими клыками разорвет его сонную артерию и будет питаться чувством вины, завязывая на шею свои узлы и гордии, которые не смогут не развязаться никогда. Только потому, что он сам позволяет этому быть. Не хотел напоминать, но ты и правда проститутка и моя служащая. Я не твоя собственность, я сама решаю когда, решаю где, решаю кто. Я... Понимаете? Насколько... Небагутая позиция. Я не твоя собственность, я тебя покупаю на неделю до тысячи долларов. Я кричу со всей силы, заявляя о том, что да, меня еще так никогда дорого не покупали, еще никогда так дорого не оценивали мое тело. Я звоню в бурном эмоциональном экстазе своей подруге и говорю, представляешь, когда мы пизду ценили в 100 баксов, меня это радовало. Когда меня оценили в 3000 долларов, меня это радовало. А теперь, ебать меня, выросла ценность до строкосферы. Но, милая, ты проститутка. Я сама решаю с кем, я сама решаю кто, я сама решаю где. Понимаете? Ты решила с ним самостоятельно. Ты решила самостоятельно это сделать. Ты пожинаешь вклады того решения, которое ты занял. Не распозволяйте женщине общаться, когда она находится выше вас. Занимает иерархически высшую позицию. Повышая тонну интонацию, ты говоришь, милая, ротик, пожалуйста, закрой. Выйди и успокойся. Когда будешь готова, после этого будем рассматривать дальнейшие позиции. Никогда это не будет решено. Никогда. Никогда. Это самое главное женское оружие эмоций. Самое главное женское оружие эмоций. Если женщина сколько-нибудь помудрела, поумела, она научается менять и слушать через диалог. Не хочу. Оставшиеся три дня ссориться. Я уже извинился. Повторять не буду. Видите? Четкая, твердая, адекватная позиция заявляющих. Ну просто он-то имеет причинно-следственную связь во внешнем мире, но внутренне не дотягивает до этого следствия. И поэтому сейчас как бы происходит распределение. Она видеть его эту слабость сейчас будет на ней манипулировать. Проклинаю нашу встречу. Чувство вины. Вонзая тысга, вонзая стрелы. Естественно. Естественно она этого делает. Просто для того, чтобы закрепить чувство вины, масштабировать его и увлечать еще дальше и делать еще больнее. Что села в эту дурацкую тачку. Вспомните, как она говорила, бля, сколько массов, надо сейчас выстегнуть, будет песня, будет пуля. У тебя был большой выбор. Он поддается на провокацию, дальше навешивает на нее. Здесь самое лучшее, просто замолчать. Вот поймите, кто больше наговорит в ссоре, кто больше хуйни скажет, того чувство вины, морали внутри заставит прийти первым. Если человек вываливает потребность, обкорбляясь, как так вам в отношении дела вести себя некорректно, неправильно, позвольте ему излить и сдрыгнуть ту гиену огненную, ту компостную кучу, которая в нем сидит, потому что это в нем находится. А после, когда эмоции откипят, он сам придет и скажет, я вел себя неподобающе. Как я могу это исправить? Я никогда еще не чувствовала себя такой дешевкой, как сегодня. И вот ты сама являешься причиной для того, чтобы создавать следствие в своей жизни именно такими. И отыгрывать такие сценарии, которые сейчас получаются. Но это твой выбор тебя так чувствует. До этого, когда тебя снимали за сотку баксов, ты же не чувствовала себя таковой? Почему, когда миллионер юрист тебе предложил потратиться, тебе это как-то сподвигло к дискомфорту? Да потому что ты влюбилась в мужчину, ты уже подумала, что мы в отношениях, и мой мужчина раздает меня направо и налево, говоря, делайте, что хотите. Конечно, это будет неприятно, но, милая, ты-то подалась за три тысячи долларов? Будь добра, используйте эту позицию. Ты куда? Заплати мне быстрее, я ухожу. Еще одна грязная манипуляция на чувство времени. Еще одна грязная манипуляция на чувство времени. Человек, когда хочет уйти, он уходит, но сейчас она делает крюк для того, чтобы один крюк вкинуло во то, что я чувствую времени. Проклиная день, проклиная машину. Чувствую себя плохо. Представьте, сейчас такая бомба. Такая невероятная сила. Росенган в ныке у него разрывается. И в него мозг летят сейчас глюкокортикоиды, кортизолы сообщают. «Ты плохой, петарас, вася, бля, рыжий. Нужнись на землю, паскулят, бля, сделай нормально, сделай, эй, вася, сделай красиво, сука, сделай четко, бля. Не надо это, не надо, бля, будет больно потом». Но сейчас она дальше манипулирует, потому что пи**ка. Бодря, это правильный ход, это правильный ход, и правильно потом сказать, да как бы катись колбаской разная и заниматься дальше своими делами. Но это фильм «Уколдятинка», «Уколдятинка» должна реализовываться. И наша «Уколдятинка» будет дальше определённый сценарий. Скинул бабки, демонстративно. Тоже показывает, что обижен, тоже показывает, что есть целостность, достойность, гордость внутри. И ещё одна грязная манипуляция. Если бы ты решила не брать деньги, ты бы ушла давно. А так она показала, увидела деньги, демонстративно посмотрела и ушла, показала. Я приню себя выше этого. Ну, милая, а за что ты будешь платить? За квартиру? Как ты будешь дальше жить там продолжать? Наверное придётся тебе опять вернуться в комнату, где ты находишься. В комнате реальный мир, который её наступит. Ну и всё же. Романтизировать, романтизировать и искать то, чего там нет. Ну давай же. Могла пойти по лестнице, если хотела. Сейчас они тоже рассчитывают на то, чтобы за ней вернулись. Видите, сразу как в лице успокоилась. Да, за мной пошли. Да, я выкрою. Да, да, да. То есть маленькая обезьяна, бабская, он ударяет ладошки и кричит. Да, да, да. Анипуляция прошла. Да, он схвал это говно. Да, 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 да. Шлюха. Через три дня стала светской убийцей. Её назвали шлюхой и она обиделась. Извини. Подошёл, нажал на кнопку и говорит. До свидания. И вернулся назад. Я был просто не готов к расспросам о нас. Вышло глупо и жестоко. Я не прав. Здесь можно попросить прощения в этой ситуации даже при условии фильма, когда бы она пришла и адекватно сказала обиды стерии. Он назвал вещи своими вниманиями. Бля, это что ты просишь прощения? Это кукол Дистан просто полностью показательный куколдятельный. Сейчас вся ценность как мужчины улетела в стратосферу на другой галактику. Никакой ценности как мужчины теперь нет. Просто хуйня на постном масле сейчас. Потому что она его завиноватила. Это же проститутка, чувак. Ты что вообще делаешь? И все бабы всего мира понимают. Надо хуярить мужиков, они будут так себя вести. А что мы имеем на постсветском пространстве? Колоссальное повальное количество мужиков, выросших без отцов. То есть технически вот таких ричардиров, которые несут хуею и стелятся под любую писью. Рот закрыла, блять, родная. Иди куда хочешь, блять. Пошла, давай, давай, ебашь. Ебашь, ебашь. Прошу, не уходи. Останься. Раб, блять, прошу, не уходи, останься. Просто раб, который, раб своих страстей, придумал себе, находится в иллюзии того, что женщина, которая занимается регулярно сексом за деньги, может выбрать одного мужчину. Она каким же успехом могла выйти замуж раньше с другого мужчину, миллионера? Чтобы была бытовая проституция. Жить с мужиком за деньги. То есть он тебя содержит и с ним спишет. Бытовая проституция только. Она не порицается ни так. Ты стояла с Дэвидом Морсом. Я разозлился. Понимаете? Как взрослые люди решают? Давайте мы исключим причинную наследственную связь, причин, то, что было до этого, то, что это шлюха, то, что у него попал вязь, что это полностью неадекватно. Возьмем это как какой-то инцидент, происходящий в каждодневной ситуации у пар, и вам не понравилось, что ваша женщина находится рядом с другими мужчинами, когда вы находитесь на каком-то мероприятии, и этот мужчина ваш конкурент в бизнесе. Приходишь и говоришь, я нахуй больше никогда, чтоб тебя не видела рядом с другими мужиками, иначе убьют. Ладно, нет. Мило. Вот ты общалась с мужчиной, который является твоим моим конкурентом. Больше так никогда не делай, потому что мне это ужасно не нравится. Если нужно объяснять, почему мне не нравится, то не нужно объяснить. Ну, тоже один из вариантов. Лидер. Мы спускаемся от самого адекватного, от самого олигиного. Милая, дорогая, делая кунилинусь, делая ей кунилинусь, потому что, знаешь, кошечка, ты моя прекрасная принцесса, когда ты стояла здесь до мора, ебаш, ебаш. Ладно, все, юмор, давай четко по факту. Траная. Ты стояла с другим мужчиной, никогда так больше не делай, мне это не нравится, на мероприятиях находишься со мной, ты моя женщина, если ты хочешь с кем-то пообщаться, сообщи, с кем ты будешь общаться, соблюдай, пожалуй, дистанцию, соблюдай личные границы, ты моя женщина, я хочу, чтобы было именно так. Все. Вот такие вот условия в наших отношениях. Для меня это является приемлемым. И желательно, чтобы женщина понимала это, и для нее это не было абьюзер. Бля, абьюзер, абьюзер, меня абьюзер, пахахахахахахахахах. А она тоже внутри себя это содержит, и понимает, что она не хочет больше ни с кем другим проводить рядом, не вступать в какие-то эмоциональные связи, кроме своего мужчины. А если не вступать с кем, то это должно быть оговорено ей понятно, и это должно быть оговорено на берегу, что наши отношения содержат в себе такие вот обязательные условия. И она приходит и говорит, не знаешь, я тебя услышала, я не подумала, я не знала, мне тоже было неприятно, что так получилось, да, я это буду видеть в виду, пожалуйста, так больше никому не сообщай, я действительно поняла, что она ходила в этом мире иллюзорном, он меня не устраивал, я почувствовала себя лучше, почувствовала себя женщиной, давай, пожалуйста, заново строим. Но когда она выкидывает хуйню, пошла нахуй, это же будет разом раз, он же сейчас в ней это поведение декларирует, он же сейчас это поведение рекламентирует, он же сейчас показывает, что так со мной можно, как ей дальше себя вести, только так, это же сработало, зачем я меняю стратегию, это же работает, и же припоск, крапка мне на коленях, извиняясь передо мной, не понимая, ну за что, называй вещи своими вниманиями. Мы просто болтали. Разозлился. Ломаннется. Ломаннется. Оленина Олень. Оленина Олень. Вниз? Понимай решение, если ты мужчина, то говоришь, по ошибке вызвали ли, загажите на шампанское, с клубникой, протестируем, насколько у нее светская императрица заимела новое качество. Нажимаете, отправляете его в лифт, нажимаете на кнопку, хоть как-то по-мужски себе победителя. А на нее так смотрит, вопрошающий щенячьими глазками, ну что, ты сейчас идешь ко мне на интератрица? Я бы получу твой варенью сегодня ночью. Это больно. Это больно. Выйти в реальне. Это больно. Когда кружка является кружкой. Это больно. Когда телефон, ты по нему звонишь. На ней ездишь. В другой город. Это больно. Когда заколка для волоса. Называется сумка. Для мыши. Это больно. Это миотюр. Это крылья. Противор. Танцы. Это больно. Когда вещи называются своим вниманием. Это больно. Когда не можешь принимать ответственность за свою жизнь. Это больно. Быть. Когда хочется очень сильно казаться. Это больно. Казаться. Это больно. Это больно. Быть. Казаться. Смотрите, какая мелодия играет, да, какая, есть Бенди, еще Бенди, и вот, конечно, нужно потратиться вниз. Забирает женский шумик в мячах. Ё-ка твою мать, а как она до этого стояла вообще? Как она собирала свою сумку свою? Просто пёс, ну пёс, ну вот, блядь, ну пёс, ну. Женщина, напишите комментарий, что пёс или мать. Блядь, это её сумки. Ты зачем их забираешь? Столько чувств, понимаете? Вот у меня был парень на консультации, 22 года. Я говорю, знаешь, что про главные проблемы в чём? Женщина в тебе видит то, что ты в себе не видишь. Когда вы начинаете встречаться, ты из-за ощущения собственной ущербности начинаешь перед ней выслуживаться, думая, что когда ты будешь кому-то служить, к тебе будет относиться лучше. Но когда ты кому-то служишь, к тебе относятся как к рабу. Как к рабу своих страстей, потому что ты не можешь ждать свои негативные внутренние самоощущения. Научите с этим работать, милые мои дорогие. Ну, кукол дядь, ну это нахрен, берите. Ну ты же, ты же мужское. Ты щеки должен поднимать. Петчатки, знамения. Барабаны, в конце концов. Но что это, блядь? Мой первый парень был... Ничтожество. Ебать нахрен. Просто ебать нахрен. Я не планировал материться, но это ебаный рот этого казино. Это та самая дурка, и это та самая комичная. Разговаривать с тёлочкой про бывших. Понимаете, насколько женщина не уважает, не ценит, ничего мужского не видит в мужчине, говоря ему про бывших. То есть технически она мне это сообщает. Женщины, никогда не разговаривайте про бывших с другими мужчинами. Меня ебали другие мужчины, и я тебе сейчас расскажу, какие они. Мудаком. Первый был мудаком. Второй ещё хуже. Первый был мудаком, второй ещё хуже. А ты будешь третьим пидорасом. Я никогда в жизни не смогу найти причину в себе, потому что все люди вокруг это отражение того, что внутри себя я содержу. И как, какой нужно быть кукушкой, чтобы декларировать это своему настоящему мужику? Как им нужно быть куколным и оленям, чтобы спокойно относиться к тому, когда женщина подсказывает тебе про бывших. Единственная адекватная реакция никогда больше мне не говорит о своём за счёт мужчин. Потому что это либо посмотреть, какие у тебя яйца, либо это тайное неуважение от тебя. Ну, по глупости пиздануло. Близость сформировалась, и поэтому решила поделиться. Чем больше у женщины прошлого формирующего опыта, тем больше она этого формирующего опыта переносит в настоящее. На душе женщины, на отпечатке её души остаётся отношение с отцом, с братом, с бывшими, с партнёрами, коллегами, директорами. И всю эту совокупность, всю эту мишину, всю эту мясорубку мужского, она будет переносить на тебя. Поэтому, естественно, чем меньше было у женщины связи до тебя настоящего, тем лучше, тем меньше будет искажений и переносов. И когда женщина говорит тебе про бывших, ну это просто, блядь, ещё перечисли всех своих ёбарей, которые тебя ебали жабавки. Почему нет? Мы же с тобой доверяем друг другу. И сейчас, не дай бог, какая-нибудь пизда напишет мне комментарий о том, что это нормально. Я найду твой адрес, приеду и трахну тебя. Да, вот мой адрес, это ненормальный комментарий, Андрей. Ну, в общем, это дурка. Этого нельзя делать. Этого нельзя делать. Это финальное, это просто конечное всё. Начинается всё с сумок и заканчивается разговорами в постели после въеха о том, что мои лучшие были пидорасы. Не я создавала таких людей в своей жизни, потому что только это и могла воспроизвести самое ощущение внутри у себя. Нет! Позицию личной ответственности мы, конечно, уберём. Все пидорасы вокруг? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это мне подходит. Это нас устраивает. Это мы умеем. Это мы можем. Спасибо. Мы все осознали. Я магнит. Для подонков. Если рядом был подонок, меня тянуло к нему. Ну, эль классико, блядь. Ну, просто эль классико. Естественно. Естественно. Если рядом был подонок, тебя будет к нему тянуть, потому что тебе хочется высокодоминатного, высококримативного мужика, который будет тебя пиздить. Ты будешь... Как он филигранно разъебал кирпичи в свою голову? Как он филигранно побил других? Как он филигранно отбирает деньги? Это доминация. А когда рядом реальный мужик, ты там не сможешь этого найти, потому что он сам себя таковым ставит. Такая жизнь. Вот и из этого страдают и мужчины, и женщины, которые не могут себе позволить достойные, сильные, успешные женщины встретиться с достойными, сильными, успешными мужчинами, потому что каждый боится быть покинутым и столкнуться с чувством опустошения. Увы и ах, такая жизнь. Я приехала за подонком номер три. Угу. И осталась без денег, без друзей, без подонка. Понимаете, что внутри себя мы содержим, то естественно мы транслируем и тем свою жизнь смыслом наполняем. Не может человек, не содержащий внутри себя какую-то часть, привлечь часть того, что внутри себя не содержит. Словно на магничный пазл прилетает в его жизнь и напоминает ему. Ты этим сам являешься по умолчанию, так будь добр следовать тому, что внутри себя ты содержишь. И напоминает тебе в каждом дне, в каждой ситуации, что конкретно. А твое отражение, то, кем ты являешься. Поэтому, естественно, подонок, не подонок. Ты здесь самый главный подонок. И пока ты будешь так относиться к тем людям, которые выступали некими путеводными звездами в твоей жизни, ты автоматически будешь заклинать себя на проживание подобного сценария. Бля, вы понимаете, да? Бля, какой куколдятин стайл. Какой куколдятин стайл. Какой куколдятин стайл. Но потом привыкла. Не знаю. Люди не планируют такое. Об этом не мечтают. Да, не планируют, не мечтают. Скорее всего, это правда. У меня есть знакомые дамы из такого. Из такой деятельности, из такой профессии. И это действительно во многом истечении. А во многом и выбор. Поэтому, естественно, каждый сам для себя решает, как он будет свою жизнь строить, как он будет ее проживать. Ну, пожалуй, все. Что можно об этом сказать? Знаешь ты, одаренная, необыкновенная женщина. Ну, вы понимаете, насколько у него сейчас промытый мозг у куколдиста. Какой сейчас у него промытый мозг? В чем одаренность? В чем необыкновенность? В том, что ты, чувак, залип на эту историю. Тобой манипулировали. Вгоняли тебя в чувство вины. А уже теперь ты необыкновенная. Ты изысканная. Ты ненасытная. Ты всеобъемлющая. Ты такая импозантная. Ты такая изыск... Алло, родной мой, спустись на землю. Это обычная, посредственная женщина. Ничего не имеющая в себе экстраординарного. А ты уже наделил ее какими-то референциями, квотами и каким-то состоянием, которому соответствует она должна по твоему мнению. Но, естественно, сейчас происходит стадия идеализации. Естественно, сейчас он видит только в ней самое лучшее, самое прекрасное, самое хорошее. И это будет дальше только отыгрываться знамениями. Я прекрасная. Ты идеальная. Но он и дальше будет за ней бегать. Почему? Потому что он уже задекларировал то поведение, которое является адекватным и нормальным для нее. То есть, когда она будет вести себя как сучка, ему это будет нравиться, потому что это работает. Такая жизнь. Сами себя заклинает на повторное проживание тех сценариев, заложниками которых мы являемся. Но куда ты? На свидание. Что, со шлюхой? Полегче, Филипп. Ну, вот видите, все. И уже начинается пучинная история. Называются вещи своими именами. То есть, он не спас... Вот понимаете, как человек создает сам пространство своих проблем и сам навешивает и заставляет других людей относиться к нему так, как он этого хочет. Фил, это теперь моя женщина. Это теперь для меня лепесток любви. Это теперь для меня грааль женского проявления. Это самая желанная женская энергия. Самая высокопарная женская история. Я хочу, я хочу, чтобы было именно так в моей жизни. Попрошу теперь уважительно к ней относиться. Потому что я хочу, чтобы в дальнейшем эта женщина освещала мне мой оленинный путь на пути к сладострастному проявлению и желанию. Одна важная ремарочка. Давайте вставим ремарку. Ремарк, уважаемый, извини, но мы тебя вставим. Каждый человек имеет право на то, чтобы в своей жизни создавать позитивные изменения и менять себя. Менять себя. Вопрос лишь только в том, что с большей вероятностью женщина, которая прошла такой путь, на него будет иметь склонность возвращаться и всегда искать грязь на руках. Чего-то не хватает. Ну, под это платье ничего больше не поместится, поверь мне. То, что в коробке. Не радуйся, это взято на прокат. Тоже абьюзивная манипуляция. Не радуйся, это взято на прокат. Зачем ты это делаешь? Для чего ты создаешь это? Ты же прекрасно понимал и знал. Но, скорее всего, он купил, просто сейчас хочет делать легкую игру. Мол, ну смотри, сейчас ты как бы огортишься, но почувствуешь себя в этом колье великой императрицей. Но, в конце концов, мы это заберем. А потом я скажу, забирай. И у нее опять с кортизона невероятно вырастет дофамин, окситоцин. А вообще сколько это стоит? Четверть миллиона. Четверть миллиона? Вот просто смотрите, как она сквозь всю-всю-всю-всю сюжетную линию взвешивает и оценивает себя через деньги. Всю сюжетную линию взвешивает и оценивает себя через деньги. И ценность ее главная, это то, сколько она на себя побрякушек, брюликов и деньжат навесила, а не то, кем она себя ощущает и чувствует. Пока не забыла сказать, мне было хорошо ночью. Спасибо. Вот тоже, да? Пока не забыла сказать, мне было хорошо ночью, спасибо. Ну это, 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 это правильно, окей. Когда не дергаешься, это очень красиво. И вот опять посмотрите, какой фрейм создается вокруг кино, какая работа сценаристов, что все. Четыре дня прошло. Четыре дня. Что, какая ценность прививается? Причеши, обуй, но ничего не меняй внутри, к тебе будет совершенно иное отношение. Будь ты самым гадким, поганым, конченным человеком, отчеши тебя обуй, тебе люди будут по-другому относиться. Лицемерие лицедейства. Все эти люди, которые сейчас поменяли к ней отношение, пидарасы, беспощадные. Просто беспощадные пидарасы. Беспощадные пидарасы. Только когда появились бабки и красивая одежда, они увидели в ней что-то правильное. А до этого, когда она была точно такой же, просто чуть-чуть менее привлекательной, пошла вон. Просто посмотрите, какой опять фрейм страдальческий, какая опять болезненность, какое опять закономерное страдание в жизни. Если любовь, тогда обязательно будет плохо. Если любовь, обязательно будет тяжело. Ну это же дурка. Ну понимаете, я готовлю материал, готовлю пост в инстаграм, где просто разъебу нахуй современный фрейм любви. Просто разъебу в пух и прав. Да играем утром поздно, а мне на работу. А ты не ходи на работу. Возьми откуда? Ну понимаете, какая, какая, какая кукушка. Какая кукушка. Потому что есть причина, есть следствие, есть ответственность, есть обязательство. А ты не ходи на работу. Возьми откуда? Мои вагиноцентричные хотелки и интересы выше твоих, во что бы то ни стало. Как бы тебе не хотелось, как бы ты себя не вел, я все равно буду вкручивать в тебя такое состояние, которое будет нужное, которое будет выгоднее. Все остальное меня не интересует, потому что ты будешь заложником, заложником моих хотелок и моих интересов. Как бы тебе не хотелось, как бы ты внутри себя не хотел отыгрывать состояние, когда мы будем уважать, хорошо относиться друг к другу. Я буду помогать тебе в твоей деятельности. Я буду наполнять твою жизнь другим смыслом, другим состоянием. Меня это не интересует. Я буду лишь паразитировать на твоем времени и создавать для себя удобное русло и удобный комфорт. Поэтому я тебе об этом и заявляю, мой уважаемый. Мне отгул? Да. В конце концов, я хозяин. Опять он начинает вести себя именно так, чтобы угождать ей. Не сама себе ценность есть, а ему дама говорит, ну возьми отгул. Проведи время со мной, наполни мою жизнь таким же смыслом, как и твоим. Но в этом-то и проблема. Он такой, и он тебе понравился только потому, что он внутри себя это содержит. Только потому, что в нем это есть по умолчанию. И если он будет обслуживать твои интересы, он перестанет быть для тебя привлекательным. Как ты это не поймешь. Блять. Вот видите, какая это дурка. Какая это дурка. ВЫХВАТИТ ТЕЛЕФОН. ВЫХВАТИТ ТЕЛЕФОН. ВЫХВАТИТ ТЕЛЕФОН. Как это романтизируется? Вы представляете? Как это романтизируется? Как это неадекватно? Как это преподносится ультра, ультра романтичным, заботливым. Снимает ему обувь. Снимает ему это, снимает ему то. Я заберу твой телефон, чтобы ты не разговаривал. Если бы женщина так сделала в присутствии человека, который в реальном мире берет переговоры и дела, она бы вышла нахуй сразу же. Ни одна адекватная женщина так в жизни не поступит. Никогда! МАКСИМУ! Она скажет, дорогой милый, одну секундочку. Ты ставишь на отключение звука, она говорит, очень сильно хочу с тобой провести время. Закончи, пожалуйста, и я хочу понаходиться с тобой. МАКСИМУ! Трубку забрать. Вменяемая, блядь! Ты вменяемая, блядь! Представьте, как на общем фоне эти сцены, все дегенератство на общем фоне замыливается. Все дегенератство на общем фоне перестает иметь точную такую же силу, которая была до этого, когда она легко и томно целует его в губы, когда он отдыхает. МАКСИМУ! Еще одна генеративная позиция, никто так не спит, невозможно так выспаться, неудобно так спать, все отмирает, все зависает, все неприятно, все, блядь, ну просто дурка. Но никто не спит так, так не высыпаются люди, вот что за обман? Зачем это всалив каждую просто голову на протяжении постоянно, постоянно поспать, вот так именно нужно. Невозможно так выспаться, ну невозможно так выспаться! Андрей, ты просто не любил никогда Поэтому тебе это неизвестно Тебе это незнакомо Естественно, его это пугает Естественно, сейчас его это По классике, его это должно было насторожить Потому что он понимает, кто она такая И сейчас, когда период романтизации Закончился, она как бы ему сказала Об этом, сейчас он должен немножко остыть и похолодеть По классике Сидишь как свитч, о чем думаешь? Нам осталось вместе одна ночь, и ты от меня избавишься Да уж, не было с тобой, не я Вот, видите? Здесь как свитч, он не думает, что он реально уже понимает Что сейчас делать дальше Он с замешательствами, он растерян, он распуган А она такая вся расцвела, мне стало было легко И начинает обрабатывать его дальше Квартиру тебе сниму, дам машину Лучшие магазины в твоем полном распоряжении Стоит только сказать слово Я все продумал Что еще? Будешь иногда приезжать оставлять на кровати деньги? Просто поймите, какая кукушка Какая неадекватная кукушка Бля, подруга Вот у женщин в голове есть представление Что мужчина, который ему нравится И обладает невероятно сильной компетенцией в своей области И посвящает свою жизнь этому ремеслу, этой деятельности Должен в тот момент, когда встречает какую-то писью Бросить все И посвящать свое время ей Конечно деятельность А как будет? Во-первых, ты уйдешь с улицы Это только география Блядь, твой статус социальный, география Ты, блядь, просто кукол Ааа, вы понимаете? Вот как можно? Скажите мне Вот взрослые люди Голливуд, актеры, блядь Гениальные люди должны там находиться Как такие идеологи прописываются? Что за шизофрения? Что за шизофрения? Что за конечная просто? Это непостижимые вещи Это умопомрачительные дегенеративные конструкции Только география Нет, это просто география определяет Твой социальный статус, родная моя Только география Четыре дня знакомы Деньги заплатил По везде покатал Все делает то, что хочет Ебет мозги все равно На улицу выкидывай На ее географию Я тогда воображала, что я принцесса Запертая в башне злобной колдунью Потом появлялся рыцарь На белом коне В сияющих латах Со сверкающим мечом в руке Я смотрела на него А он взбирался на башню И спасал меня Понимаете? Просто какой вагиноцентризм Понятно, что травмирующий опыт Психика это все аккумулировала Психика все это конвертировала Психика выдала это все В таком формате, чтобы найти в плохом Частичку радужного Но как она вывернула свое вагиноцентричное состояние? Моя вагина Такая ценная, что приезжают мужчины Это вообще сам по себе фольклор рыцарства Генеративный, куколдиный Рисковать жизнью Ради того, кого ты не знаешь Просто рыцарство Это самое тупое, что можно было придумать Рисковать жизнью Ради кого, кого ты не знаешь Но только по факту того, что она стала жертвой Должен ее спасать А в конце концов, возможно Она еще тебе и не даст в конце концов Потому что другого основания Кроме как получить доступ к варенику Я не вижу Вы понимаете, Шизу Шрек Спасает бабу Она ибет ему мозги И так можем без конца и без края Но я ни разу в жизни Не мечтала о том Чтобы рыцарь сказал Пойдем со мной Я сниму тебе квартиру Какая ты ебанутая Господи Напишите женщине Какая она ебанутая В их комментариях Потому что именно этого И в адеквате нужно хотеть Когда мужчина тебе может такое позволить Это значит, что он И тебе как раз таки вкладывается И ценится Но не на стадии Трех дней знакомства со шлюхой А год проживания совместного Какое предложение можно сделать Сейчас она еще его уличить В том, что он работает Давай возьми трубку Эдот, мы победили Старик сдается Победа Если так, пусть продаст нам свой пакет акций Сегодня к вечеру Нет, не так Если он сдается Не хочу ждать до вечера Назначь Морсу встречу пораньше Понимаете, какое адекватное Мужское поведение Какое адекватное Конструктивно-логичное Мужское поведение Как он себя ведет к женщине Как к углу Я тебя понял Но это все, что я могу дать Для меня это уже много Знаю Большая удача для такой девки, как я Понимаете, вот еще раз Он говорит честно и по факту Я даю то, что могу дать Пользуйся Нет Но он сейчас лукавит перед собой Он манипулирует тоже Потому что он потом Опять не будет следовать своим словам А потом закуколденет И приедет за ней Спасать ее из замка В котором она будет Ну Вот настолько Вот понимаете Насколько промывают мозги Просто беспощадно Безропотно Бесповоротно Моют мозги Как женщины отмывали В камнях И на решетках специальных Таких с древности Не знаю, как это называлось Когда вот такая штука Деревянная Прибита металлическая Волнистая решетка И ты об нее тротишь Свою одежду Вот то же самое И здесь происходит Настолько отмывает Дегенеративно Настолько дегенеративные мозги делают Что просто невозможно Просто невозможно Зачем такое создавать Да Такой девки, как я Опять уличает чувство вины Заставить его Оправдывать ее В своих глазах Что она не шлюха Никогда не видел В тебе проститутку Еще раз Вот просто смотрите Чувак вот просто Миллионер Но с мозгами курица Мозги куриные Даже у миллионера Но я что могу сделать Такая жизнь Есть то, что существует Настоящее Она проститутка Есть желаемое Должное Он хочет Чтобы в этом Желаемом Должном Он там не увид Было бы хорошо Если бы ты была такой И была бы не проституткой И мне хочется Отстечь свое прошлое Потому что я в этом Не вижу Но ты такой являешься Так правильно сказать Даже несмотря на то Что ты проститутка Я вижу в тебе хорошее И для меня Это не имеет ничего Это тупо Говорит Я не вижу в тебе этого Потому что Это есть по факту Спасибо Вот понимаете Еще одно гиперкомпенсатор Еще одно демонстративное поведение А потом люди удивляются Почему Кому ты относишься адекватно А кого-то хочется Просто задушить И в шею погнать Из заведения Где находятся адекватные люди Такая шикарная Не годится для Голливудского бульвара Да и раньше не годилась Спасибо Легко быть шикарной при деньгах Легко быть шикарной При чужих деньгах Когда ты манипулируешь Вкручиваешь в человека Что? Чувство вины Чтобы этим чувством вины управлять А не настоящей Глубокой привязанности Эдвард предложил Еще встречаться Только я думаю Что не буду Зачем мне это? Правда? Тебе это не нужно Вот смотри Еще раз Только я думаю Что не буду Сейчас не может Найти в себе силы Прекрасно понимает Что это крутая партия Только понимает Что манипуляция Наверху не сработала Он ее обтесал И она походу поняла Что он намеренно Серьезно об этом говорил Что он не придуривался Что он не выдумывал Этого ничего Что он говорил четко По факту и конкретно И сейчас человек Начинает Как в реальной жизни Приходит к советнику Который находится В глубокой жопе И хочет получить Чего? Одобрение своим действиям И что может посоветовать Ей конечно Эта шлюха и проститутка Тебе это не нужно? Внимание вопрос что? Ты целовалась с ним Целовалась в губы? Да Ну да Значит признаешься? Кстати это классно Ты целовала его в губы Забыла Чему тебя учили Ну вот понимаете Насколько сейчас сильно Скафандра Вивьен Погружен в недоумение Того что у ее подружки Получается любовь Нежно того чтобы порадоваться И сказать Да это есть Но она скорее всего знает Уже на опыте Что влюбляться Это распоробная Ни к чему не приводящая инструкция Ни к чему не приводящее движение Что она прекрасно понимает Что ты шлюха Ты ей останешься Он миллионером и останется И ваша песня Максимально поиграет Две недели Не больше И сейчас она пытается Вразумить ее Вернуть на землю И успокоить ее Чтоб она была в адеквате Хоть чуть-чуть Что ж он богатый И такой классный И разобьет мне сердце Да? Ааа Ну зачем так Это еще неизвестно Он богатый И классный Нравится Разобьет мне сердце Ты сама Своими внутренними убеждениями Своими внутренними Глубинными установками Своим демонстративным поведением Вкрутишь в свою жизнь Невозможность находиться В этих отношениях Сколько не будь адекватно У тебя просто не получится Из-за того Что ты будешь гонима Призрачными Иллюзорными фантазиями Из соломенной башни Где тебя нужно спасать Но отношения адекватные Взрослость двух людей Где никого спасать не нужно Где каждый сам решает Что он в себе содержит И как он к чему относится Вот что выстраивается У взрослых людей А это Это дурка Господа Оставьте нас с мистером Морсом Одних И ты В каком смысле Я хочу поговорить С мистером Морсом Один Ну естественно Он всех оставил Для того чтобы сейчас Забуколдить Найти понимание И сейчас Из-за чувства вины В сторону отца Оставить компанию При нем С благородного плеча И избавиться От переменяющего груза Классика Мои планы Несколько изменились Ну и в какую же сторону Мистер Дьюис Я уже не хочу Покупать компанию И дробить ее Кто красавчик Кто красавчик Это логика Это причинно-следственная связь Это причинно-следственная связь Вот и все Хочу помочь Почему? Чувство вины у меня Из-за того что я с папой Как пидарас поступил И поэтому я сейчас хочу Воспроизвести ситуацию Где будет точно То есть он что сейчас делает Ретравматизацию Он сейчас воссоздает сценарий Где он может отыграть Привычный для своей психики механизм Повести себя по-другому Тем самым Вернув баланс сил В реальном мире Я боюсь Что это прозвучит надменно Сынок Но Я тобой горжусь Я вам говорил Я вам говорил Я вам говорил Отцовская подача В сему все сходится Папа Пожилого возраста Опущенный взгляд вниз Чувство вины И сожаление Что не смог это сделать Своим отцом И сейчас у него происходит Исцеление Он сейчас понимает Что жизнь соткана Из других вибраций Из других интенций Из другого соотношения Папа 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 Другое высокопарное Но факт остается фактом Вы можете избавиться От чувства вины И страдания Перед кем-то В отношении Кого вы поступили Несправедливо Приняв Одну позицию Я так больше себя Не хочу чувствовать Не надо посыпать себя Пеклом Это рабская христианская позиция Тут нет подписи Сделка не подписана Объясните Что здесь происходит Мистер Льюис И я будем строить корабли вместе Огромные корабли И видите И он сейчас Что сделал Перевернул игру В сторону созидания Я никогда ничего не строил И только лишь зарабатывал деньги Делал деньги из воздуха Спекулируя на слабости Других людей Теперь же я готов построить Тем самым Что он мог сделать Со своим отцом И это одобряет Это гостиница И ты Не его жена Ты шлюха Значит начинает давить на больное Думая что каким-то образом Сможет исправить Это ультра неадекватно Таких людей нужно гнать в шею Если ты остаешься Подружить с человеком Который выбирает В девушке шлюху И ты уважаешь своего друга И принимаешь для себя позицию Что ты по-другому Относишься уже к ней Если не меня Либо заканчивая с ним дружбу Либо переставая так себя вести Меня это огорчает Ужасно Я просто схожу с ума Ясно? Я сейчас просто вне себя Ну как бы еще можно Завернуть в таком формате Что он сейчас играет Его плохого героя Но он-то здесь адекватен С одной позиции Потому что потеряли деньги Потому что они играли в игру Они понимали правила Они оказались умнее И он с точки зрения Адекватного рационального мира Адекватнее всей этой компании Который пытается своего друга Вразумить и вернуть его Привычную колею Которая для него была Но у него происходят свои Трансформации Своими таморфозы Которые никто не отменял И жизнь поворачивается всегда Тысячекратно Сказать хорошо Нехорошо Это просто безлика Это просто безлика Так как есть Кто был бы счастлив как Эдвард Отстань от меня Ну 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 давай Вот это уже да Крайне неадекватно Крайне не Конструктивно Которая понесет за собой Невероятно глубокие последствия Потому что Олень Эдвард Начнет бить Ну хотя тут блять Это его Ладно Давайте представим Что это не шлюха Хотя блять Это получилось Потому что это шлюха Короче Олень здесь Эдвард По-любому будет его пить по лицу Потому что Это уже его женщина Она в него инкорпорирована И он будет адекватен Это насилие Это насилие Даже если она является Женщиной Которая торгует своим телом Все равно Это недопустимые вещи Неадекватные То есть Таким заниматься Это крайне неадекватно Не одобряем полностью Сейчас войдет Эдвард Даст ему пизды И она уйдет Обиженная Что это 20 максов Пойди меня Оставь ее Что ты творишь Я же говорил вам Может пора со мной написать Сценарий кино Чего ты нашел Убирайся Слушай Она же шлюха Она черта Вот 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 Я про это и говорил Надо написать сценарий Куколдятинка Делюкс Он пытается Вразумить Напомнить Показать Что мы теряем Да мы теряем В реальном мире Что было бы Он бы поехал С ней жить У них бы два месяца Все было хорошо Он бы проебался По деньгам Она бы от него ушла И он бы пришел К своему другу Но скорее всего Закончит о них и бедом Вот И тоже Это опираться на пустое Если ты это понимал раньше Зачем Тоже профанация и ложь Тоже профанация и ложь Ты же почему-то Выбирал этого человека Значит он тоже для тебя был полезен Вы стали вместе оба богатые Почему-то ты не поменял его Когда увидел Что он именно такой Тоже профанация Зачем сейчас это притягивать И выставлять Что типа он пидорас Ты пидорас главный Ты же это заметил раньше Надо было повернуть свое русло Эдвард Всегда найдется парень Даже друг Кто отнесется ко мне Как к стаки Решит что я доступна И что тогда делать Видите Что сейчас мне говорит Ее убеждение установки Если ты перестаешь Заниматься своей деятельностью И уезжаешь в другой город Там тебя просто знать не будет Но ее внутреннее Бессознательное Никуда от себя не убить Жить Никуда от себя Ты не денешься Ты являешься заложником Своих убеждений и установок Я как и говорил Пойти в психотерапию Уехать в другой город И совершенно себя по-другому вести Я тоже хочу большего Это естественно Но что для тебя больше Я хочу сказку Бля Пожалуйста Помолимся Молитва Это священное таинство Понимаете Вот и все Вот и все Вот и все В голове Говно Куриный помет И с этим куриным пометом Человеку приходится жить Останься Останься на эту ночь Уже не за плату А потому что хочешь Опять начинается Ну как чувства Та-та-та-та-та-та-та-та Ну это как-то унижение Она выбрала это сделать Она этого не хочет Ты уже второй раз Ты делаешь Понимаете И чем чаще Мужчина к такому прибегает Тем он больше теряет как мужчина. Не унижайте себя, не унижайте себя, не унижайте себя, родные мои, пожалуйста, не унижайте себя. Вы по умолчанию достойны лучше, вы по умолчанию достойны больше. Если женщина не смогла разглядеть в вас что-то сильное и прекрасное, это ее проблем, это же ее проблемки не ваши, это ее проблемулечки не ваши. Потому что ей движет бессознательное отражение, потому что есть ощущение, что я недостойна. И она всегда будет нести с собой в свою жизнь разрушение, потому что не считает, что должно быть все хорошо у нее в жизни. Посмотрите на это лицо. Это лицо злокам и всем пацанам, у которых проблемы с матерью, у которых бросали девушку. Да. Отвези миссию вен туда, куда она скажет. Да, сэр. Ну, блядь, вот еще один, блядь. Понимаете, мы живем в животном мире. Целовать руку это признак того, что ты перед кем-то преклоняешься. Когда ты целуешь руку на причастии, коронованных людях. Короче, блядь, это просто унижение. Это унижение себя. Целовать женскую руку это унижение. Вы понимаете, что это? Не в плане, что это унижение. Ты признаешь, что она высокий ранг, а ты низкий ранг. И ты, конечно, никогда не получишь доступ в пищечке. Никогда ты не получишь доступ в пищечке. Рад был познакомиться. Навестите нас как-нибудь. Ты классный. Это как вспоминать Аладдина, где тигр был кукол, там же Слим. Сан-Франциско, правда, неважный город. Плохой климат. Сыро, холодно. Я куплю свитер. Что там делать? Найду работу, закончу колледж. Знаешь, я многое могу, я ведь в школе хорошо училась. Вот, вот это правильная экзистенция, это правильное изменение. Адекватное переосмысление. Зарабатывать честным трудом. Она почувствовала, что может жить по-другому. Почувствовала себя в новом облоне. Это мы одобряем. Вот это правильно. Закончу колледж. Начну думать. Я в себя поверила. Ей показали, как может быть, и теперь она знает, что такое возможно. Первое правило изменения. Погружите себя в среду, к которой хотите быть приближены. И в этой среде вы начнете расти, потому что ваш мозг запомнит, что это является нормой. И на другое он не согласится. Он будет жадно желать именно такое поведение в отношении себя, статусность, одежду, еду и окружение. Ты точно не поедешь? Бросить все это? Ты с ума сошла? Видите, чем она закончит? Мы даже знать не можем, но мы можем догадываться. Как и все ее подружки. Бросить все это. Представляете, насколько выбиющим, ограничивающим, пугающим, заблуждающим человеком является его внутренний мир и его убеждения. Насколько он сильно не считает себя достойным по умолчанию чего-то хорошего, прекрасного, только потому, что боится даже попробовать, потому что у него отсутствует самое главное вера. А все начинается с того, в каком пространстве он находится и чем себя окружает. И это самое разрушающее для человека, это самое деморализующее для человека. Важно иметь смелость выбросать себе вызов и в этом вызове менять себя и изменять себя. Если вы чувствуете внутри запал, необходимо его реализовывать. Что это? Сейчас она поступает как дура бесполезная. Нельзя давать поощрение такому. Эти деньги ее разрушат. Она кидается сегодня вечером. Она примет наркотиков, она поебется, она ширнется, она не заплатит за квартиру. Ты сейчас ампутируешь у нее возможность быть самостоятельной. Ты ампутируешь у нее возможность следовать своему кредо ответственности. Ты вселяешь в нее иглу безответственности и садишь на нее, думая, что делаешь благо, но на самом деле ты просто ее разрушаешь еще дальше. Деморализуешь и вкидываешь к линиям безответственности. Пускай читает книжки, образовывается, наполняется, становится интересной, занимается вместе с проституцией еще и образованием, а потом потихоньку после этого уходит. Нет, спасибо. За комнату возьму с тебя больше, чем с Вивиан. Иду учиться на косметолога. Буду меньше бывать дома. Нельзя же вечно торчать на панели. У человека должна быть цель. Вот видите, про это идет речь. Она сейчас вербует дальше девочку, чтобы было проще, чтобы было легче. Взваливает на нее ответственность, научает ее тем, чему может. И говорит, пойду учиться на косметолога. Чем-то попахивает в сегодняшнем мире. Чем-то пахнет в сегодняшнем мире чем-то подобным. Да, женщины из бьюти индустрии. И... Ладно. Не будем никого обижать. Да ладно, это мой пес. Это мой пес приехал за мной. Видите, какая кукол дятенька опять. Я преодолеваю себя ради женщины, поднимаюсь высоко на башню. Как это смешно и импозантно смотрится. Я преодолеваю свой страх и себя во имя любви. Какая романтизация ебейшая. А что было после того, как он забрался и спас принцессу? Она спасла его. Ой, вы понимаете. Она спасла его от его обременяющей жизни. Одни мечты прокатят, другие нет. Но вы мечтаете. Это Голливуд! Так что мечтайте дальше! Мечтайте! Это его ман. Волкать джиндстрейт. Ну, хорошая фраза. Мечтайте, это важно. Одни прокатят, другие нет. Мечтать важно. А что их ждет? Они встретятся, повстречаются два месяца, потом они разъебутся. Естественно, у них ничего не получится. Почему? Потому что надо пролечить кукушку перед тем, как строить отношения. Неврозы, неврозы наши двигают нами и создают в нас потребность отыгрывать те или иные сценарии. И это база. Это знать надо и понимать. Поэтому, уважаемые мои, если вы внутри себя чувствуете потребность строить такие отношения, подумайте тысячу раз, надо оно вам или нет. Потому что невротичная жизнь, она такая была. Невротичное отношение создавал, в жопу ей заглядывал, цветы ей покупал, по лестнице вверх подымал, а в жизни в своей прогадал. Компанию продал, с друзьями пересрал, морды разбивал, а в жизни ничего так и не смог повыкупать. Паскуда двое. Ну вот так вот. Спасибо вам за внимание, друзья мои. Оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши мнения. Как вам этот разбор? Что для себя полезного вынесли? Делитесь своими наблюдениями. Готов к адекватному, живому общению. Те, кто, естественно, ведет себя неадекватно, мы либо игнорируем, либо залетаем в банк. Спасибо вам!